Старая власть просто так народу своих привилегий не уступит. Они вообще воспринимались как экзотер. Когда еще до этого общественное сознание не доросло. Нас всем управляет ФСБ. Она обладала даром предугадов. Или Россия оставит в покое Чечню, предоставит ей независимость, или в России никогда не будет демократии. Ей был создан имидж сумасшедшей старухи. Уже в 90-х демократичных, либеральных, главной угрозой России Ковалев называет имперские настроения. Вот державность – это огромная опасность для страны и для прав личности. Нарушаются права человека, зато у нас рынок. Мы не знаем, кто будет следующий президент, может быть военный диктатор, может быть кому-то неизвестный сегодня полковник. Она говорила о том, что скорее всего у нас ждет фашизм. И в нашем обществе нет никаких институтов, гарантирующих нас от этого реванша. Вот из этой конторы к вам идет готовый. Я тут могу вспомнить только Сергея Адамовича. Политику называют искусством возможного, но она должна становиться искусством должного. Ну, потому что неадекватный, то ждем шизап. Потому что родину не любит. Слышал ли хоть кто-то от Шендуровича в последние годы слова любви хоть кому-то или к чему-то? Опыт – дело наживное. Сегодня хихоньки да хахоньки, а завтра биография вождя от зубов отскакивать будет. По моей команде на счет три. Вы про полковника так к слову или имя знаете какое? Когда случилась катастрофа, оказывается, что вот эти вот самые пророки апокалипсиса оказались правы. Ну, я не думаю, что мы живем накануне их канонизации, но, по крайней мере, то, о чем они предупреждали, сегодня стало явным. Что должен чувствовать врач, когда пациент умирает в предсказанные сроки от предсказанной болезни, при том, что тебе два десятилетия направила, говорили, да ладно, что ты нас пугаешь, все зашибись, я отлично себя чувствую. Что вы чувствуете? Цена слишком велика, но нотка злорадства есть. Городские сумасшедшие, русофобы, маргиналы и, конечно, демшиза. И это мягкие еще эпитеты не только из телевизора, звучавшие в адрес тех, кто предсказал четверть века назад сегодняшнюю катастрофу России. Как тогда они все разглядели? Отчего их не услышали? Из тех российских провидцев, о ком мы вспомним сегодня, иных уж нет, а те далече? Тем же, кто жив из страны, где сбылось почти все, что они напророчили, пришлось эмигрировать. Кем они были? Почему у них мало что вышло? И каким были бы мы только внимательнее к этим пророкам в своем отечестве оно могло бы стать? Сегодня глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объявила об официальном старте президентской кампании 24-го года. Выборы уже седьмого главы государства пройдут в присутствии наблюдателей, в том числе от стран Евросоюза и ОБСЕ. Напомню о желании побороться за пост главы государства уже объявили Кирилл Серебренников, Галина Старовойтова, Илья Яшин и Владимир Соловьев. Ну а накануне действующий глава государства Алексей Навальный вновь подчеркнул, что в соответствии с Конституцией выдвигаться на третий срок не станет. Как напомнила Памфилова... Пророчество первое. Россия без Путина. Год двухтысячный. В классическом библейском смысле пророк – это человек, через которого говорит Бог. Ну вот, собственно, мы находимся в Риме, где те самые Абгуры, пророки, без которых ни одно государственное дело не обходилось. Да. Нет, тем не менее, я все-таки сторонник версии о высшей нервной деятельности. В моем случае, поскольку я человек театральный и начинал с театрального капустника, куклы были таким капустником, только политическим. И распределение ролей... Вот ложится пьеса на репертуар? Ложится на трупу или не ложится? Ох, да чё же он непривлекательный, а? Ну и происхождение, прости, Господи, темное, и взгляд. Ох, не, ну взгляды-то есть. Ну какие-то мутные. Мера-мера-мера-мера-мера-мера-мера. Январь 2000 года. Владимир Путин еще никакой не президент России. Еще много чего неясного. Вы в этот момент для главной в стране сетической программы «Куклы» делаете выпуск, в котором он предстает в качестве такого гофмановского крошки-цахица, который очарован некой феей, она же Борис Березовский. Всех, всех мочить в сортире! Ну-ну, не всех. Лежи спокойно, малыш. Сейчас мы будем делать из тебя человека. Эта фея делает так, что в глазах всех окружающих крошка-цахица, он же Путин, великолепен, невероятен. Мы дали им по морде. Всем им дали по морде. Чтобы они знали. Патриот! Истинный патриот! Господин Цинобер, разрешите вокруг вас объединиться? Как вы тогда, мы еще не знали, каким президентом будет Владимир Путин, все это увидели? Ну, вы не знали, каким президентом будет Владимир Путин, но мне кажется, что... Тут надо по Декарту начинать уточнять термонологию «мы». Да, для российского народа, после слабого, больного, пьющего, да, очевидно, хромой утки, да, вот, Ельцина. Вот такая загогулина получается. Пришел друг молодой, подтянутый, скромный, непьющий. Слова говорит правильный. Ну, знаете, что я вам скажу? Что вот постоянное кивание на заграницу, как на источник всех наших бед, неверно. Но! Я был уже в информационном потоке. Я работал на телекомпании НТВ. Я был вписан в информационный поток и в правозащитный поток. И я знал очень многое уже про Вторую Чеченскую войну. Про обстоятельства прихода Путина к власти. Знал не все, но сильно догадывался. Дай-ка я еще разик расчешу твои волосики волшебным телевизионным гребнем. Сейчас ты у меня будешь как конфетка. Скажи, фея, получу ли я в марте орден зелено-пятнистого тигра первой степени? На четыре года, мой маленький, если будешь себя хорошо вести. Почему только на четыре года? Как вы вообще пришли к этой истории про Гуфмана? У меня был список сюжетов. Режиссер Григорий Любомиров, по-моему, предложил. По-моему, это его была идея. Я перечитал, и в случае с крошкой Цахисом все настолько легло, что вы и впоследствии говорили, что сами же, увидев это, вздрогнули. То есть вы подумали, что все-таки это ту мач. Я подумал, что ту мач. Гофман же, метафора. Метафора, перенос, да? Я пишу там, да? Крошка Цахис, ну да, он будет политический карлик, метафора. Ну, когда я увидел в телевизоре вот эти босые ножки, которые делают топ-топ с этим лицом. Улицам ходила большая крокодила. Он это воспринял, и нам потом через сутки был звонок с Кремля, что вот теперь вам точно кранты, потому что там оттуда просто ярость. Нам транслировали персональную ярость. Что такое настоящая ярость Путина, страна узнает через 22 года. В 2000-м же куклы Шендеровича, ненавистные лично президенту, пожалуй, главный раздражитель в конфликте Кремля и НТВ. А конфликт, вернее, захват крупнейшей частной телекомпании, главное, с чего начинается первый путинский срок. Большинство демократов, которые потом уйдут в оппозицию, разгон НТВ, конечно, осудят. Но и крошки, то есть молодому президенту, по-прежнему будут выказывать поддержку. Ближайшие соратники, ну просто ближайшие, там, Боря Немцов, там, правозащитники, которые говорили, Путин – наша надежда, ученик Собчака. Я убежден, что следующим президентом должен быть Владимир Владимирович Путин. По крайней мере, я его буду всячески поддерживать. Если вспомним меня, 20-летнюю, то меня пленяла преемственность с Ельцином, возможность продолжения реформаторского курса. Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации. Я тогда писал, что если Путин будет носителем идей умеренного и просвещенного консерватизма, в этом нет ничего дурного, потому что, в конце концов, очень многие радикальные идеи построения либералов первой волны были чужды мне самому. Вот, ну да, мы проиграли, народ нас не слышит, мы не можем продвигать свою вот либеральную повестку. Значит, нам надо сделать этот выбор из двух зол. И Путин, очевидно, меньше из зол. Вы рассказывали, что, когда началась ваша московская жизнь, конец 90-х, вам были симпатичные люди, которые делают дело, типа Александра Волошина, Чубайса. Естественно, мне нравился Анатолий Борисович Чубайс. Как можно было не любить его? Мы поддерживаем Путина Владимира Владимировича на выборах. Это позиция Союза правых сил. В же самом Союзе правых сил там же был и Ковалев, и Юшенков. Вам скорее нравились те, кто дело делает, а не, значит, нюни. Конечно, они мне были социально ближе. Этот популярный майндфрейм реформаторский, в котором есть люди, которые, сжав зубы и невзирая на общественности, на осуждении делают какое-то важное дело, которое будет оценено только потом, народ, таинственно спасаемый тобой, усмеялся на твоей священной сединой. Это романтический образ, обаятельный. Я бы хотел, чтобы граждане меня воспринимали как человека, которого наняли на работу на определенный срок. Просил бы ни книжек не писать, ни бюстов не отливать. Мне и Сурков нравился. Он тоже мне казался загадочным, таинственным, таким каким-то волшебником, который делает всякие разные штуки с этими депутатами, с которыми я тогда работала, и которых его-то я не видела, а их-то я видела вблизи, и поэтому все, что могло с ним произойти, казалось мне абсолютно заслуженным. Так вы себя даже вот в этом, из сегодняшнего языка, сегодняшним языком говоря, либерального стана чувствовали в меньшинстве? Да, конечно. При задержании П. пытался отвлечь сотрудников милиции требованием задавить гадину на корню, но на допросе в отделении милиции признал, что это была учебная тревога. Владимир П. признался и в том, что действительно собирается стать президентом России. Так, благодаря блестящей операции наших органов, стало ясно, что ничего изменить нельзя. Почему я понял раньше? Ко мне, к Игорю Вертеневу, к Андрею Бельжо и к шеф-редактору нашей программы ТАГО Феоктистову в течение одного месяца были проникновения в квартиру. Демонстративно. Мне оставили отпечаток сапога на подоконнике, переворошили квартиру, ничего не взяли. И мент честно сказал, что, ну, вы же понимаете, что никто не будет искать. Это был 2000 год. Ну, и с сегодняшнего дня вполне вегетарианские рассказы. С сегодняшнего дня, да. Но сразу нам дали понять, что мы имеем дело с уголовником. Спасибо. Я продолжу. Свой военно-полевой роман с Россией? Во-первых, это не роман, это глубокое взаимное чувство. Причем надолго. А во-вторых, у нас нет никакой войны. Идет обычная спецоперация. А вы себя не чувствовали все это время вот этим мальчиком из сказки, который все время кричит «волки-волки»? Правильно. Но только волки-то уже были. Волки-то уже были. Я же не врал. Просто я видел этих волков. Остальные ослепли или предпочли ослепнуть. Так было удобнее. Здесь давайте вспомним как раз контекст. 90-е все годы прошли под знаком, только бы не вернулись коммунисты. Выбор 96-го года. Получим 45-50 миллионов, и вы будете свидетелями тому. Потом только бы не вернулась какая-то другая консервативная сила. Казнокрадные коррупционеры боятся нас. Поэтому они льют на нас лошадь-левиту. И, собственно, ситуация 99-го года это была ситуация, когда по большому счету, по гамбургскому счету, выбора не было. Потому что выбор между Лужковым, Примаковым и Путиным был... Выбор между старым ККБшником и молодым. Примерно. Примерно. Кто первый Севастополь, русский город, Крым, Россия? Россия и Севастополь навсегда! А Путин же тогда этого не произносил. Путин казался моложе. Путин казался современней. Я желала ему победы над Лужковско-Примаковским кругом, которые были консерваторы, какие-то региональные воры и вообще отсталые, дремучие, неприятные люди. В этих условиях у меня лично выбора никакого не было. Правда, не думаю, что мой голос много весит. Впервые за всю историю нашего государства верховная власть в стране передается самым демократическим, самым простым образом по воле народа. Это та страшная совершенно ошибка, которая была совершена семьей Бориса Ельцина, которая выбирала ему наследника. Потому что они выбирали наследника по принципу, чтобы он, не дай бог, кого-нибудь из них не посадил в тюрьму. А Путин доказал в истории с Собчаком, что его закон не интересует, его право не интересует. Лояльность для него хозяина очень важна. Ну, это трагическая ошибка, которая стоила нам страны. Никакой чрезвычайщины, Борис Николаевич. Кучкуются люди, скидываются. Как бы они нас ненароком не скинули. Ну, это исключено. Всякий, кто встанет на пути нашей лавочки к процветанию, сядет. А кое-кто и ляжет. Ну, ты это, выбирай выражение-то, лавочка. Ему, понимаешь, такое магазин в наследство оставляет, а он лавочка. Вы спросили бы меня в 99-м году, вот у тебя есть такие чувства, ты что считаешь, будет большая война с Украиной, Польшей или еще с кем-то? Ну, нет, наверное, нет, сказал бы я. Но это невозможно. Ну, да, конечно, но кто приходит к демократии вот прямо ровно, прямым путем? Есть общее движение истории, которое нас выведет. Оказалось, что нет именно Кассандра. Права именно интуитивное чувство. Было правильно. Мне в марте 2000 года 16 лет, я еще никуда не могу голосовать, ходить, естественно, но я помню хорошо вот ту самую программу куклы, в которой Вишняков, глава избиркома, раскладывает карты. Здравствуйте. Как гадание, Александр Альбертович? И в конце Борис Николаевич и Владимир Владимирович поют. Что же нам следует делать, а следует жить? Жить плащ, палатки, крейт, парашюты и ситца. Ого! Ага! Вы полагаете, все это нам пригодится? Я полагаю, что всем это следует жить. Ого! Но для чего? Чтоб боялись нас, черт побери. Черт побери, мы уверены. Да, и не скроем. Ну уж такое не скроешь. Дайте мне срок, я тут всех по порядку построю. Кроме меня, конечно. И распадри, 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 распадри. Это наблюдательность или интуиция? Ну послушайте, вы видите рельсы, ведущие в определенном направлении, да? Вы можете предположить? Но там же куча развилок, и еще 20 с лишним лет впереди. Нет, нет, нет. Развилки относятся к подробностям. Ну просто логика, здравый смысл. И солдатские сапоги, которые идут на последнем кадре фоном. Да. Да. Война, я не думал буквально о войне. То есть тогда была Чеченская война. Но война – это инструментарий авторитарного лидера. Нужно объединить нацию вокруг себя. Нужно объяснить, почему тебя нельзя сменять. Вот это коней на переправе не меняют. Нужно связать себя навсегда, насовсем с Родиной. Нужно, чтобы все, кто против тебя, считались против Родины. Это не глоба, когда стрелец войдет в созвездие Водолея, да, что-то случится. Наука, любая, а история – это наука, она держится на повторяемости явлений. Вот вам Гитлер, вот вам Сталин, вот вам Угачавес, вот вам Саддам Хусейн. Война до победного конца. А-а-а, конец. Скоро? Смотри, а чей? А вообще уже вот-вот. Если враг не сдается, его мочат, мочат, мочат. А за либеральные басни о гуманизме будем отправлять на принудительные работы. Никаких опасений с точки зрения закручивания гаек в административной сфере не предвидится. Мне представляется вообще, что это контрпродуктивно для самой власти, потому что общество это уже не вынесет. Общество хочет иметь свободную прессу. Это, наверное, лето, лето 2000 года, наверное. Малышенко пришел со встречи в Кремле с этим ультиматумом, что от нас отстанут, и мы будем жить, если... Ребята, не вышовывайтесь. Ребята, постройтесь. И дальше три пункта. Поддержать войну в Чечне, прекратить расследование по коррупции и убрать первое лицо. И мне об этом сообщил Евгений Алексеевич Киселев. И я сказал, если готовы бывать, то я сделаю программу куклы, в котором не будет Путина, а ты в конце программы слей этот ультиматум и скажи, вот мы, вот сейчас будет программа куклы, без Владимира Владимировича, посмотрим там, доставит ли это удовольствие. Не увидеть его нельзя. Не по имени называть Суи. Да как же нам его называть, если не по имени? И в этот момент я еще не знал финала. И они, как его называют? Просто по должности. Господь Бог. Я посмотрел на эти буквы. Сокращенно ГБ. Сокращенно ГБ. Ну вот тут вот действительно я сам просто рухнул. Где-то в начале 2000 года я пошла специально, договорилась о встрече с Александром Болошимым, который тогда был руководителем администрации президента. Там были какие-то вопросы, связанные с Гусинским, но меня никто не просил. Это исключительно была, естественно, моя инициатива. Я делала большую очередь о Путине. И я ему сказала, Александр Ставич, неужели вы не понимаете, что к власти придет не один человек, не один подполковник КГБ СССР, а к власти придет целая корпорация. А он мне на бумажке, на бумажке, заверьте, написал. Мы его полностью контролировали. А знали, в администрации все знали, что когда Путин возглавил административное управление Кремля, то тут же все оказались под прослушкой. Добрый вечер. Извините, что заставил ждать. Был занят. Беседовал с Дзержинским. С каким Дзержинским? С тем самым. Милейший человек. Так вот, Болошин мне пишет. Мы его полностью контролируем. Я ему говорю. Ни одна гражданская служба не может контролировать секретную службу, тем более политическую полицию. Вы не сможете проконтролировать все эти чекистов, которые попрут в области. Трупы сотрудников ФСБ, направленные вами в командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляются. В чем состоит преемственность между советской и постсоветской властью на самом деле? Есть версия, что постсоветская Россия, та же советская власть, минус партия, плюс КГБ. У советской власти было два обруча, которые сковывали эту бочку. Это партийная вертикаль и вертикаль КГБ. Один обруч лопнул, как в сказке, где тремя обручами сковывают сердце героя. А второй обруч остался и стал единственным. Пророчество второе. Россия без чекистов. Год девяносто первый. Первое дело, в котором фигурировал Путин, это для всех, кто читал Стругацких, должно быть интересно, он допрашивал Юзюкацмана. Его прототипа. Из Града Обреченова. Совершенно верно. Михаил Рувимович Хеевица, питерского литератора, который всего-то написал предисловие к первому неофициальному собранию сочинений Бродского. И благополучно потом сел на четыре года лазерей, два года сын. Дальше вот этот сюжет из 1976 года, когда питерские художники разбушевались. В то время я был организатором и участником подпольной диссидентской группы, которая занималась изготовлением запрещенной литературы, листовками, лозунгами на улицах нашего города, в которых мы призывали людей к освобождению под диктатуры. И вот как-то подожгли, сгорела мастерская. Вместе с художником. Не надо обижать художников. Потому что после этого, например, на Петропавловской крепости возникла надпись. Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков. Среди тех, кто участвовал в слежке за нами, а затем, когда нас решили арестовать и в обысках у нас, был в том числе и Владимир Владимирович Путин, который в этот момент только-только поступил на курсы оперативного состава после университета. Это ведь действительно потрясающе. Просто из ничего. Из пыли. Кличка Моль. Какой-то клерк. Дом культуры в Дрездене. Господи, на должности стукача первого отдела в Ленинградском университете, чтобы студенты и препятствия стучали друг на друга. Вершина профессоральной карьеры. Тот опыт, который мы приобрели, участвуя в диссидентском правозащитном движении, те контакты, которые волей-неволей нам приходилось иметь, так сказать, со спецслужбами, они нас многому научили, и мы поняли, что люди, которые идут на эту службу, люди, которые становятся охотниками, они недопустимы к вершинам власти. Давайте перенесем еще на много лет вперед. 99-й год. На Путина ельцинское окружение делает ставку как на продолжателя либерально-демократических реформ. Можешь кабинет? Могли ли там не знать о таких биографических подробностях? Его КГБ-шное происхождение тогда не казалось важным по сравнению с его анамнезом работы на Собчака. Вот ежели ельцин Борис Николаевич решил, что вот это вот надо, ну окей, мы ему доверяем, мы с ним соглашаемся здесь. Наверное, им там виднее. Эти мне интересовались. Почему? Потому, потому что в 90-е каком-нибудь втором году не то чтобы иллюстрации, но никакого реестра, а кто что делал, то, чем занимался, не было составлено. Не здесь и не сейчас. Мэр Москвы Никита Михалков сегодня, к 30-летию принятия закона о иллюстрации, открыл в бывшей штаб-квартире КГБ музейный мемориальный комплекс памяти жертв советского режима. В постоянной экспозиции речь не только о них, но и об исполнителях, сотрудничавших с госбезопасностью. Только что на церемонии выступил глава федерального ведомства по охране Конституции Гарри Каспаров. Он подчеркнул, цитирую, сколь важны для страны как обновленная в 90-х спецслужба, так и урок, извлеченный тогда. Ее власть никогда впредь не должна распространяться на личную жизнь граждан, заявил генерал Каспаров. В Субянской площади к нам подключен. Это же была классическая идея, которая была реализована в ряде стран Восточной Европы. Проект закона о запрете на профессии для проводников политики тоталитарного режима. И речь не шла, чтобы взять всех людей, у которых были партбилеты, и ограничить. Ограничить, да, речь шла о функционерах высокого звена. Запрет для них временный, на переходный период, когда возможность реванша тоталитарного режима еще сохраняется. И в нашем обществе нет никаких институтов, гарантирующих нас от этого реванша. Единственная гарантия – это сегодня воля прозревшей части населения, которая не так уж велика. Одним из главных лиц, и, как сказали бы сегодня, главным лоббистом идеи иллюстрации, то есть запрета на профессию, становится известная женщина-политик той эпохи – Галина Старовойтова. Галя читала, как и все, сам издат, естественно. Но в этом смысле, я не знаю, диссидентами были и все вокруг. И я была действительно в оппозиционном комсомольском движении, это смешно может звучать, но такое было в середине 60-х годов. Бывшего ученого, этносоциолога, вынесет наверх демократическая волна конца 80-х. Пиво, хлеб, зрелище и все другие блага приносят свобода. Она никогда не была в советских структурах. Это очень же важно. Она стала очень известна, когда были съезды народных депутатов. Старовойтова, 393-й округ. Мы находились в разных мирах с этими всеми циковскими КГБшными товарищами. В ее окружении читали Солженицына и Виктора Некрасова и Орвала. Она была ученой, этногр. Она занималась Кавказом советским. В 91-м, после путча, Галину Старовойтову назначают советником президента Ельцина. Она предупреждает, борьба не закончена, потому и нужна люстрация. Многие хотят сегодня из волков перекраситься в овечек, из ястребов стать агнцами, стать голубями. Сидя в Кремлевском дворце съездов, мы чувствуем вообще злобное дыхание в нашу спину тех, кто еще затаился и, конечно, готовиться к новой попытке. Она была, безусловно, в этом права. Сегодня мы можем в этом убедиться. Действующие штатные сотрудники и давшие подписку о сотрудничестве с органами НКВД, МГБ, КГБ. Что важнее, не только по сотрудникам органов, но и по агентуре. Ну, как с того же 92-го года было известно, что нынешний патриарх Кирилл, он агент Михайлов. Кстати, кто это нашел? Это нашел в свое время вместе с Глебом Якуниным. Они нашли Лев Пономарев, эти документы. Тоже представители, кавычки, открываются Демшизы. Я думаю, что у нас процесс, который происходит в России, процесс декоммунизации, он очень подобен типологически процессу деноцификации в послевоенной Германии. О депрессиях-то речи не шло. Эти люди имели все остальные возможности, кроме участия в политической жизни. Они могли заниматься бизнесом, учебой, но не вмешивайтесь в процессы спасения страны. Роспуск, трансформация этого органа необходима, но работать с ним надо с такой же осторожностью, с которой работает сапер, обезвреживающий мину, долго пролежавшую в земле. Галина Васильевна была не просто оратором с высокой московской трибуны. Старая власть просто так народу своих привилегий не уступит. Но деятелем того самого Петербурга, который оказался бандитским. При чем здесь стремление провести иллюстрацию? А при том, вот это начало 90-х, где вчерашняя опера и вчерашняя их агентура, сохранившие негласные связи, это было похлеще афганского братства. Кто брал власть в стране, где казалось, что власть лежит на земле? Галина Васильевна считала, что не все должны в этом участвовать. В лицо президенту, когда он меня как советника вызывает, высказываю эти претензии, потому что считаю, что это мой долг советника. Иначе зачем же работать советником президента, если ты даешь не те советы, которые считаешь правильными? Мы спорили по поводу реформ. Она была, так сказать, реформатором такого, ну вот этого, быстро, немедленно, срочно. Но какие срочные реформы? Какая радикальная иллюстрация, если новый лидер страны в недавнем прошлом сам видный член партии? Во главе с товарищем Леонидом Ильичем Брежневым. Угодивший в опалу при Горбачеве? Заявляя о своем выходе из КПСС. И ставший лидером демократов лишь потому, что из всех них был самым системным и понятным народу. Просто давно стало ясно, что это утопии, что коммунизм не построили. Ну все же было на глазах, понимаете. Сахаров пригласил меня на встречу московской депутатской группы. Группа оппозиционная, группа тех, кто был избран не через спортивные структуры, а вопреки их сопротивлению, так как я. И входит первый секретарь московского горкома партии Зайков, В.Н.К. А в этот момент, значит, на трибуне выступают люди, которые только что получили депутатские мандаты. Значит, громят действительность, критикуют, хвостят их гриву, порядки. Зайков встал, выпучил глаза, рот открыт. Что происходит, какого черта там все это? И выходит в окружении своей свиты, которая там машет руками, вот безобразие. Проходит минут 10. Входит к Ельцин, бывший первый секретарь горкома партии. Насколько, похоже, была их первая реакция, это просто не описать. Он тоже встал, рот открыт, глаза выпучены. Как можно внести такой, значит, против родимой партии? Но он постоял несколько секунд в таком. И пошел, сел за стол президиумом, постихоньку успокоился и стал слушать. Скажите, а почему вам все-таки поимка слова «оппозиция» и нормальное совершенно слово? Нет, уже, так сказать, эти самые официальные товарищи они уже назвали, но не мы. Ельцин был всегда для нас компромиссной фигурой. Конечно, он не был Сахаровым. Он был единственный, кто имел доступ к реальным рычагам власти из нас. Но поэтому Ельцин вынужден был ввести в свой круг людей, которые никак не были связаны с прежней советской власти. Он понимал, что ему нужны люди, у которых независимое мнение. Наши требования законны. Деполитизация армии, КГБ, МВД и милиции. Люди потеряли старую систему ценностей, лишились тех портретов, которые висели вот здесь. И у меня на стенках висели здесь Ленин, а там Маркс, это кабинет Фурцевой, между прочим. А у меня, видите, пока что пустые крюки, но, правда, здесь есть Андрей Дмитриевич Сахаров. Мне кажется, что Галина Васильевна Старомытова просто ахнула, когда увидела окружение Бориса Ельц. Людей, у которых главная задача не допустить открытия архивов КГБ, чтобы никто не узнал, что они сотрудничали в качестве стукачей или сексотов с КГБ на протяжении очень длительного периода времени. Пока решался вопрос об эвакуации сотрудников ЦК, собравшимися вокруг здания людьми были предотвращены попытки вывоза из здания различных документов. Все идет в нормальном порядке. Эти люди находились в состоянии аномии, неспуга, растерянности, очень сильное пьянство, очень сильное пьянство, просто вал аэропортов об уходе. А отдельная черта, испечатление первых дней, я тут тоже признаюсь собственной наивностью, ко мне вдруг стали записываться на приемы очень знаменитые люди, писатели, композиторы, актеры. И в первое время я думал, какой я хороший, какой я славный, какой я популярный, как меня все полюбили. Они, оказывается, приходили просить о закрытии их агентурных дел. Полстраны угодники, полстраны доносчики. Сегодня эгибисты замерли и пока боятся. Но они восстановят моральное равновесие раньше других. Многие из них и сегодня сожалеют, что не потопили сопротивление в крови. Эх, доверили бы им. Им доверят. Им обязательно доверят потом, если мы не разгоним их сейчас. Понимаете, например, Сергей Степашин, который возглавлял комиссию по расследованию деятельности КГБ, я хорошо помню, как он дал интервью о московскому комсомольцу. И там заголовок был «КГБ ССР должен быть разрушен». Итак, в Москве стало меньше на один памятник и стало меньше на одну шутку, когда свидания назначались у памятника, к которому нельзя было подойти. Стало меньше и одной легенды, по которой считалось, что Дзержинский отлит из золота. Они тихо сидели и ждали, что будет дальше. Они ждали того, что это как раз начнется. И если бы тогда Борис Николаевич решился на это, сопротивления бы не было. Причем самое интересное, что наиболее яростными обличителями были сотрудники КГБ. Копали под своих тарг, чтобы пух и перья летели. Чтобы выказать лояльность новой власти? Скорее всего, да. Этим должен заниматься профессионал, имеющий на то полномочия от структур гражданского общества. Почему все-таки Ельцин пошел другим путем? Побоялся. Было как-то страшновато принять такое решение в такой стране, в которой неизвестное количество людей ходило по домашним адресам, чтобы стучать на других. Неизвестно вообще, как бы это кончилось. Я иногда так глубоко начинаю думать на эту тему и думаю, кончилось бы это гражданской войной. Это точно. Каждый раз, когда этот вопрос поднимался, Ельцин вскакивал и кричал, так вы и против меня устроить иллюстрации. Галина Васильевна Старовойтова ему отвечала, что да, если окажется, что вы совершили преступление. Ну, как-то вот в терминах борьбы с диктатурой мы тогда не рассуждали, у нас были, я бы сказал, другие проблемы. Седьмого ноября, когда меня назначили в правительство, я вернулся домой, я жил тогда на Садовом кольце, напротив был большой бастроном. Я зашел куда купить что-то, что-то поесть. Он был, я седьмое ноября. Это тогда, это еще был праздник. Он был девственным. И, видимо, продавщицам было неловко. Поэтому они все полки заставили баночками с аджиками. Вот эта картина, уходящая вдаль баночки с аджикой, вот она, наверное, по праву жизни у меня останется перед глазами. Я вспоминаю ребенком свой 92-й год. И хорошо, если еще не разорился оборонный завод, на котором работали родители, и здорово, если картошка была на кухне. И я с трудом могу себе представить, чтобы на этих кухнях кого-то вообще волновали вопросы людей. Ну, а я тогда примерно в том же состоянии. Были мои друзья тоже. И полмешка чечевицы после разгрузки были хорошей добавкой к тому, что на кухне в Институте молекулярной генетики варили овсянку. Это время, когда права человека и стабильность для многих стали антонимами. Борис Николаевич тогда не из-за своего коммунистического прошлого, а просто, чтобы не раскачивать общество, не раскачивать ложку, он тогда на иллюстрацию не решился. Я хочу сказать, что, конечно, народ надо успокаивать. Никакой эйфории в отношении мстительности и так далее. Тогда бы мы перестали себя уважать как демократы. Я разговаривала много позже с тогда государственным сектором Генадием Бурбулисом. Скажите мне, почему вы не занялись КГБ, почему вы не занялись бюрократией? И он мне так простодушно заказал. Слушайте, никому не хотелось этим заниматься. Когда демократы гуляли на дачах бывших членов Политбюро и секретарей ЦК КПСС, они вдруг оказались там, где никогда не думали, что они окажут. Нужно иметь план «Б» на случай победы, даже если она кажется совершенно призрачной. Нужно иметь этот план «Б». Его не было. Его не было. Реакция! Реакция не пройдет! Не пройдет! Вот опять-таки у меня встречный вопрос. Я очень негативно отношусь к... к организации под названием КГБ, как человек от нее частично потерпевший. Вы уверены, что объявление ее указом, или законами, преступной организацией, оно бы нас избавило от того, что мы имеем сейчас? Вы всерьез в это верите? Ну, механически да, ведь выходец из ее рядов не стал бы главой государства. Мы не знаем, кто будет следующий президент, может быть, военный диктатор, может быть, кому-то неизвестный сегодня полковник даже, никому неизвестный. Вопрос такой, вы про полковника так к слову, или имя знаете какое? Ну, тут тогда истинный демократ задал бы вам еще один встречный вопрос. Глава государства избирает народ. Если народ решил, что ему нужно избрать главу и государство бывшего сотрудника вбольной безопасности, ну, другого народа у меня для вас нет. Открываются архивы КГБ и бывшего ЦК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих темных страниц бывшей империи. Вы помните, как именно Старовойтова и другие политики демократа требовали быстрее открыть архивы КГБ, чтобы страна, разобравшись со своим прошлым, скорее двигалась в будущее? Ну, что значит открыть архивы? Все открыты архивы, да? Те, кто работал на разведку, на контрразведку, там. Хотя бы архивы, скажем так, политического сыска. Вот бывшая ГДР, где каждый желающий вправе пойти в архив госбезопасности и узнать, кто на тебя доносил. Я-то как раз за. Я был против того, чтобы их открывать без закона. Ну, это был сентябрь 91-го года. Пришел, по-моему, Юрий Афанасьев. И говорит, Жень, мы хотим вскрыть архивы. Давай, значит, мы придем по работам у тебя в управление. Я говорю, Юра, на каком основании? Ну, вот, надо этих гадов вывезти на чистую воду. Я говорю, примите закон, милости просим. Закон не принято. Я только что был на Лубянке. Оттуда толпу повернули, с тем, чтобы она не пошла на громить КГБ. Повернули сюда, на Петровку. Впрочем, против идей Старовойтовой не только новая власть, но даже и те, кто страдал от прежней. Сергей Адамович Ковалев, он говорил о том, что, собственно говоря, а по каким законам мы должны, допустим, лишать их этого права в участии в политической жизни? Ну да. Может быть, этот запрет ты заработал своей слабостью, своей беспринципностью. Ну, я извиняюсь, а кто это взвесит? Я тоже боялся, что на самом деле начнется охота на ветер. У этих самых присутствов, дети, внуки, нам надо перейти к миру, а не к войне. Нельзя без конца только с удалением жить. Итак, си, если я бы кого-нибудь призвел. Ошибался я. И ошибались все те, кто действительно решил, что лучше попробовать обойтись без этого. Мы знаем, что в армии, в Комитете Государственной Безопасности и в Астрахе МВД много порядочных людей. А мне Куджал тогда сказал, по справедливости, конечно, всех, кто прессовал диссидентам, следовало бы выгнать из числа силовиков. Но где они наберут других? У них элементарно некого менять. Ну, в том же московском управлении. К лету 92-го года не осталось ни одного из руководителей управления на момент моего приходит. А зато, когда я просил, значит, ребят из демократической России прийти мне в помощь, все отказывались категорически, как только установили, что придется отказаться от зарубежной поездки. А вот это вопрос дистанцирования от власти, которая всегда плоха, всегда грязна, ахи, ахмуни, и которая самим диссидентам была очень присуща. В общем, это... Что с властью по умолчанию никогда не надо иметь дело, в ней не надо идти, а лучше всего ее просто все время критиковать. Поставку! Поставку! Ну, это все сложнее. Ошибка того времени, что очень и очень многие люди, которые могли бы тогда оставить свою лабораторию и пойти во власть, принять на себя ответственность, этого не сделали, оставив реализацию всего того, что случилось после августа 1991 года профессионалам. Они были все милыми людьми, я вам могу сказать, но они были настолько не готовы к своей роли носителей госвласти. Этот сукин сын, как его зовут, помните, 600 секунд. Здравствуйте, новостей много, но вот хороших новостей мало. Невзоров. А как вы себе эту неготовность объясняли? Скоростью событий, быстротой обрушения СССР мгновенно распались все устои и основы общества, а мы же все были несвободны, скажем так, от него. Штаб основанного старовойтовой ДГС, движения гражданского сопротивления. Именно здесь, в этом севинарнике, изготавливаются все почти ультрадемократического содержания плаката и листовки. Помилуйте, кто мне что мог заказать или кто что мне мог что-нибудь диктовать? Да никто и никогда. Да, это мы знаем, конечно. А в тех руках, вместе с которыми, Александр Глебович, в начале 90-х были вы, вот, вчерашние коммунисты, сотрудники КГБ, патриоты. А в них опасались люстрации? Для того, чтобы опасаться люстрации, для начала необходимо знать, что этот термин обозначил. В основном, умственный уровень тогдашних моих друзей не предполагал такой осведомленности, но если бы по Старовойтовскому лекалу люстрировали бы страну, то там никого не осталось бы, потому что практически все были замазаны. Кто-то вольно, кто-то невольно. Старовойтова с ужасом просто поняла, что ближайшее окружение Ельцина и сам Ельцин собираются опираться на КГБ. И это при том, что с Ельцином КГБ делало совершеннейший мартыш. Они записывали его, когда он спал с женщинами, а они записывали его, когда он был пьяный. К сожалению, я не могу здесь просчитать. Но было такое представление, что КГБ, вот в отличие вот есть плохой ЦК КПСС, ну нельзя же все институты советской власти вот выкидать на свалку. Нам же нужно, чтобы кто-то следил за коммунистами. Понимаете, им даже в голову не приходило, что они здесь строят новое государство и используют те же самые строительные леса. Алена Васильевна с того этого, она прямо в присутствии в том числе и генералов и спецслужбистов говорила, в словах говорила открыто Борису Николаевичу, что вы зря доверяете этим людям. Ельцин абсорбировал, он впитывал эти идеи демократии. Я не думаю, что это для него было просто игрой, как сейчас многие говорят. Нет, это было очень искренним. Россия! 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 Все это закончилось тем, что на самом деле то окружение, которого она советовала опасаться, Бориса Николаевича все-таки вынудила его отстранить Галину Васильевну от поста своего помощника. О чем она узнала по телевизору? Ну, время прошло и старые привычки, может быть, берут вверх, а новое, оно же старое окружение, тоже оттеснило нас с политической ареной. Мы победили их, передали власть Ельцину, а Ельцин очень неразумно воспользовался этой властью. Если бы президентом России стал не секретарь обкома, для которого демократия демократия это не его воздух. Это просто инструмент для прихода к власти, для отстранения власти предыдущей предыдущей группы. Вот, если бы не это, все бы пошло по-другому. Товарищи, для разрядки решите подписать указ о приостановлении деятельности Российской Компартии. Но параллельно ведь с разговорами иллюстрации шел и суд над запрещенной Ельцином Компартией. Сейчас многолетние деяния Коммунистической партии предмет рассмотрения Конституционного суда Российской Федерации. Я не хотела бы, чтобы в конце этого суда мы увидели кого-то вздернутым на виселицу, как это было в Нюрнберге. Но я думаю, что это должен быть некий моральный Нюрнберг. Не сомневаюсь, он вынесет справедливый приговор. Почему и с этим у демократов ничего не вышло? Потому что, как говорится, о суде кто? Судебная коллегия составляла из коммунистов. И один из них, Гаджиев, впоследствии написал откровенно, что принимая решение, мы считались с политической реальностью, с тем, с какой количеством людей может пострадать в случае закрытия партии и так далее. Через 30 лет советский судья, юрист Гаджиев, сочтет законным вхождение в состав страны захваченных областей Украины. А советский юрист Сорькин с тех самых пор почти бессменный глава конституционного суда, киевскую власть будет называть нацистской. Мы не отрефлексировали ничего, и суд над КПСС превратился в фарс. Что же, мы будем через 50 лет еще раз организовывать новый какой-то суд, новое покаяние, новое самоочищение нашего общества. Сейчас живы все свидетели, что мешает позвать их и всему миру показать, что мы действительно готовы к обновлению. На днях приходит нам цех наш бывший партийный секретарь. Как ты смотришь на то, чтобы в партию вступить? Я говорю, вы что, с трамвая упали? От вашей партии мокрое место осталось. Не скажи, не скажи, уже высохло. Скоро наша власть возвернется. Ну, как-нибудь там само. Ну, не признали КГБ, ФСБ, там, преступной организацией. Ну, не посчитали погибших на лубях. Ну, ну, там, ну, а вот так, вперед, 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 вперед. И вот эта вот идея Чубайса и компаний, что главная экономика, что мы сейчас вытащим экономику, а там оно само нарастет. Права человека выяснилось ни хрена. Пророчество третье. Россия без империи. Год 88-й. Потому что коммунистическая партия это хуже, чем фашистская партия. Потому что она уничтожала свой народ. По нынешним временам идея запретить чекистов и коммунистов кажется чем-то несбыточным. Но во времена перестройки и в первые годы новой России это почти мейнстрим. А самая непримиримая из демократов Валерия Новодворская уверена, мало отсеять прежние кадры. Нужно все наследие Красной империи. От ГУЛАГа и Гагарина до советского менталитета разрушить до основания. Моя личная программа она формулируется как антифашистское сопротивление существующему государственному строю со всеми его атрибутами. Начиная с самозваных президентов ну и кончая советским народом. Не здесь и не сейчас. А на саммите в Ижевске соглашение о переходе на единую валюту сегодня вслед за Россией подписали президенты Удмуртии, Армении, Мордовии, Татарстана и Молдовы. Таким образом, в червонной экономической зоне со следующего года будут уже 20 государств. На саммите приветствовали также новых кандидатов на вступление в Восточную конфедерацию. Экономическим и правовым критериям подтвердили в ее исполкоме уже соответствуют давние претенденты на вхождение в союз Уральская и Украинская республики. Председатель Восточной Конфедерации Михаил Саакашвили заявил, что и дальше... Я всю свою жизнь сражалась с чудовищем, с монстром. Она еще в советские времена много раз заявляла о том, что Советский Союз это огромная тюрьма народов. Этот карфаген я лично разваливала с 68-го года. Внешне вот первый раз, когда я ее увидел, это была полная женщина в какой-то шелковой брузе. Дело в том, что эта женщина прошла через несколько психиатрических больниц, которые ее отправляли, закалывая ее там именазином и другими тяжелыми нейролептиками. Лечение начинается с внутримышечных инъекций. Дозы постепенно нарастают. А психиатрическая больница отправляли ее только потому, что выпускать ее на открытый политический процесс было невозможно. Она была трибуном. Когда ее арестовывали, она ведь начала с листовок, которые бросала в Большом театре. После ареста, когда следователь стал ее допрашивать, она заявила ему что-то такое, о чем он сказал, я даже записывать это не могу, это меня посадят вместе с вами. Детский пистолетик здесь лежит как символ необходимости вооруженного сопротивления злу. Я лично стрелять, к сожалению, не умею. Там была такая чистота, знаете, которая свойственна святым. В 88-м в стране еще действует шестая статья Конституции о руководящей и единственной роли КПСС. Да что там, в стране нет никакого парламента, ну, де-факто. Трезвые оценки происходящего с большим трудом пробиваются через толщу предрассудков и предвзятостей в мышлении правящего класса. Уже не в подполье, но еще на квартирах Новодворская с соратниками учреждает вторую стране и первую оппозиционную партию. Демократический союз. Нас пошел ряд в обысках, но здесь нужно быть точным. Дело в том, что никому из нас обвинения до сих пор не предъявлено. Это была чистая народная самодеятельность, это была партия, которая создавалась снизу, в отличие всех остальных. Никакая не была партия, это было несколько человек, центром которых была Новодворская. Мы должны нарушить эту сонную благочинную тишину, эту тишину общественного кладбища, на котором поднимается лес рук и только зам. Помню еще клетка с попугаем висела, которую Каляпин попугай учил говорить про клятые большевики, скажи птичка. Я очень сильно настроен был сначала на перестройку, на то, что перестройка принесет нашей стране много полезного, выведет нашу многострадальную Россию из этого хаоса. Но в конце концов я понял, что она встала. Они всегда требовали то, до чего еще системные партии, которые стали потом появляться, доходили гораздо позже. Наши соратники по демократическому движению говорили, ну да, конечно, многопартийность, но вот там с частной собственности эту услугу перебарщивали. В 89-м это вообще была какая-то зверюга непонятная. То есть они прорывали минные поля с собой, делали предметами обсуждения, то, что предметом обсуждения ранее не было. Не просто Демсоюз был ледоколом, а еще вот на самом носу этого ледоколова была Валерия Ильинична. Ни одно правительство никогда не уступало, тем более не уступит правительство, которое имеет предысторию КПСС. Вот эти 70 лет террора. Мы не должны на это рассчитывать. Помню была вот эта конференция в 90-м году, когда Демсоюз раскололся на две фракции. Кончается эта конференция, и Лера значит говорит, ну, а теперь я считаю, пришло время провести небольшой семинарчик на Красной площади. Добро не дается уведомительный порядок. Вы читайте какие-то решения. А в это время съезд КПСС шел последний. Мы затеяли такое великое дело, страну разворачиваем. И мы выходим значит на Красную площадь, к лобному месту, поднимаем триколоры. Господи, как сейчас стыдно вспоминать этот трехцветный флаг, это же был наш флаг. Простояли мы полминуты, прибежала вся эта охрана, гибисты. Я помню, что держался с одной стороны за Каляпина, за Игоря, а он с Новодворской. Мент хватает Каляпина, начинает отдирать. Новодворская его сначала колотит, а потом руку, которую Каляпина протягивает, она его укусила, бедного. Я вижу эти глаза у него расширившиеся значит от боли. Она говорит не трогайте Игорька. Нас приводят в этот отдел по охране Красной площади, мы там переночевали, а Лере сразу же уже знают, ей уже менты несут простынку, наволочку, все как положено, Валерия Ильинична, здравствуйте, опять у нас, то есть с глубоким уважением. У нас с Горбачевым были очень сложные отношения, потому что я за два года, когда в основном шла перестройка, семь с половиной месяцев, то есть семнадцать арестов административных по пятнадцать суток, состояние голодовки отбыла за то, что мы просили больше свободы. Все полнее раскрывается величие тех исторических дней, когда под руководством большевистской партии, рабочий класс, трудящийся России. Она вышла на очередной какой-то пикет и там порвала, по-моему, портрет Горбачева демонстративный. Оказалось бы, Горбачев делал святое дело, он освобождал Советский Союз от тоталитаризма, и они были недовольны. На самом деле Горбачев отвечал и за жертвы Вильнюса. Горбачев и за жертвы в Тбилиси. За многое Горбачев отвечал своей нерешительностью, своей неспособностью радикально изменить ситуацию. Он был первым лицом государства, он отвечал, собственно говоря, за все. Вильнюю была написана статья «Хайль Горбачев», в которой Новодворская назвала президента СССР палач и убийца «красный фашист». Так в 91-м Новодворская даже в Перестроечном Союзе умудряется стать последней политзаключенной, обозвав главу СССР фашистом. Вам не казалось, что это перебор? По своей точки зрения, на этом процессе защитник нужен не мне, а Горбачеву. Понимаете, вот даже сейчас вам кажется, что это перебор. Вы знаете эту ситуацию с войной, с Украиной, и вам кажется, что это перебор. Это не перебор. Это очень точная оценка вектора развития государства. Вопрос издала. Какая бы власть должна прийти на смену Хулимаму ей существующему строю, Новодворская ответила, что никакой власти не должно быть вообще. Мы просто из одного корабля пересядем в другой. Она считала, что этот монстр должен быть, как говорилось, дезинтегрирован. У нас в программных документах была дезинтеграция империи. Либо сохранять этот конгломерат народов с прямым имперским правлением из Москвы, либо предоставлять самостоятельность против государственного отделения. Из записи Новодворской за пару лет до распада СССР. Заодно выступила на учредительном съезде украинских республиканцев, пригласив Украину к немедленному выходу из Союза и от имени России, отказавшись навеки от всех на нее прав. Мне кажется, что украинский паспорт это будет такая завидная вещь, что скоро у вас появится ряд политических беженцев из России. Она считала, что если народ хочет жить самостоятельно, сам по себе, то не надо его удерживать, что так будет лучше всем, что прежде всего это будет лучше России, потому что Россия получала шанс состояться тоже как независимое государство. Великое революционное учение Маркса Энгельса Ленина. Ура! Но взгляды радикальных демократов, что выступают не просто за распуск СССР, а за полный отказ от его прошлого, уже тогда наталкиваются на то, что сегодня назовут советским имперским синдромом. Сторонники сохранения красной сверхдержавы любую ценой, пускай и оружием. Вдруг записывается и вчерашний кумир несогласных Александр Невзоров. Мы остаемся в любви в Конституции СССР и в Конституции Литовской СССР. И вы собираетесь стоять до конца до смерти? Ну, что же делать? Ну, а что посоветует мне товарищ Невзоров? Стоять. До января 1991 года именно я был звездой всех демократических сил. И никто не ожидал от меня такого финта ушали. Я хотел как раз в связи с этим процессировать ее саму, говорившую про вас вот что. Один его фильм о Литве, имеется в виду произведение «Наше», где вы героизировали вильнюсских ОМОНовцев, выступавших против сторонников независимости Литвы, обеспечил Невзорову навеки репутацию человека, которому нельзя подать руку. ОМОН решил стоять «На смерть». перенаправить эти претензии к таким ярчайшим людям, как Банионис, как Масюлис, как Будрайтис, которые сделали в свое время фильм «Никто не хотел умирать» о гнусности, подлости и кровавости лесных братьев и о торжестве СССРовской идеи в Литве. На нас, на всех. Свои письмена наносят эта чертова культура, кинематограф, история, традиции и все остальное, чтобы потом выбраться из-под этого гнета, надо прилагать очень много усилий. А 30 лишних лет спустя кто оказался прав? Новодворская или вы? Вы знаете, никто не оказался прав. Выражать уважение к несуществующему советскому правосудию я, разумеется, не стану. Мне кажется даже, что августовские события она провела там. За Новодворскую! За Новодворскую! Мы ее выпустили уже после того, как победили ДКЧП. Новодворскую освободят сразу после путча. В материалах дела так и запишут в связи с изменением обстановки в стране. Ельцин! 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 Но за такую ли победу Новодворская боролась? По дороге из Лефортова на Лубянку мне рассказали, что там на площади уже формировалась колонна, чтобы идти меня освобождать. Что Дзержинского сбросили, что райкомы закрыли, что над двумя городами России уже развиваются трехцветные флаги Демсоюза. Но когда мы доехали до Лубянки, Ельцин там говорил, идите спокойно и приступайте к работе, я позабочусь обо всем. Народ тихо растекся. Стало ясно, что это революция в стакане воды. Борис Николаевич призвал соблюдать спокойствие и приступить к работе. Что ж, дорогие друзья, прислушаемся к мнению народного президента. Вся эта перестройка в конечном итоге оказалась совершенно не тем, чего хотели диссиденты. Это был вырвавшийся наружу такой взрыв подпочвенных вод по губерману. что идея брошенная в массу, что и девка брошенная в пол. Наш новый адрес Москва, центр, площадь революции, дом номер два. Новодворская ведь разочаровалась, когда идеализм восьмидесятых сменился частоганом девяностых. Вот она пишет, я процитирую. Всегда предпочту последнего коммунистического фанатика, самому милейшему интересанту обывателю, ибо можно сделать антисоветчиками и тимуровцев, и молодогвардейцев, но я не берусь ничего доказать брокеру с приличным доходом, ибо нет для него ни жизни за царя, ни жизни за республику, а есть просто жизнь нейтральная и неприсоединившаяся как девица с панели. Из России сегодня вам не кажется, что она была права? Вы знаете, один мой знакомый говорил, я не советую употреблять слов, смысл которых вы не до конца понимаете. Вот Валерия Ильинична при всем уважении смысл слова брокера явно понимала не до конца. Расшифруйте, пожалуйста. Ну, нечего расшифровывать, ну, просто поток сознания. Одни люди сгодят основы рыночной экономики, которые позволили избежать повода, хаоса, гражданской войны. Второе направление говорит о том, что ну, нет, давайте вот мы всех людей тренируем. Наследие диссидентского движения имеет такой обоюдоострый эффект. С одной стороны, это невероятный опыт выстаивания и отстаивания правдой. Одновременно оказалась эта работа без нацеленности на конкретный результат, политический результат сейчас. Это был реальный печальный опыт, что попытки играть в политику в советское время были приводили только к тому, что в КГБ давались дополнительные какие-то резоны раскалывать людей. В общем, это все было вытравлено и работа была в вечности. В этом и их проклятие. В этом, да, в этом проблема. Самый распространенный для нас тост во время дружеских вечеринок был выпьем за успех нашего безнадежного дела. На самом деле, только безнадежными делами и надлежит заниматься. Начало 90-х ввергает в растерянность целое поколение диссидентов и сочувствующих им. Оно как будто теряет цель жизни борьбу с советской властью и коммунистами. Я возненавидела советскую власть еще до того, как узнала, что такая есть на самом деле. Еще с первых классов школы возненавидела. Я еще совсем юной студенткой уже подписывала письма в защиту наших диссидентов против вторжения в числовах в 68 году. Я не вырос в диссидентской семье, но я с 25 лет попал. Мне повезло. Я попал в компанию диссидентов. Мой друг женился на дочери академика Давида Гальдфарба. На этой даче Вострякова я впервые видел таких людей. Кто-то из лагеря, кто-то по христианским делам сидел, кто-то по хронике текущих событий правозащитным. Меня посадили в конце 1974 года, а выпустили в конце 1984. Сергей Адамович Ковалев это вот с детства такой честный человек, задававший неудобные вопросы. Мне было 7 лет. Любимому товарищу Сталину единодушно отдал свои голоса советской народе. Я обращаюсь к матери и спрашиваю ее, почему ты не ликуешь? Она очень быстро понимает, что я имею ввиду. Я ходила на выборы. Понятно, что я очень хорошо помню из этого эпизода. Это острый стыд, который я испытал. Но после 1991-го окажется, и за несоветскую власть тоже можно испытывать стыд. И эта власть тоже не своя. Может, от того, что она власть? Это первое поколение постперестроечных политиков и публицистов, которое осталось верно классическому представлению о либерализме. При этом безусловное соблюдение прав человека для политиков права человека в известном смысле аксюмарон. Тут было идеалистическое представление о правах человека. Россия окончательно сделала выбор в пользу цивилизации здравого смысла общечеловеческого опыта. Мне кажется, что в сердце вот этой демшизовости вот именно эта мысль. Мысль о том, что вы, так сказать, участвуя в этой новой жизни, вы сотрудничаете с той же советской властью, которую мы отвергаем. Мы отвергали ту, мы продолжаем отвергать эту, потому что это одно и то же. Это то же самое. И тут ключевое значение имеет, собственно, их общее диссидентское прошлое. Я думаю, что да, антисоветское. Тот же Борис Немцов, с которым мы очень-очень дружили и общались, но и спорили очень много, он говорил, ну уж вы там как-то вот уж слишком радикально. Сама Новодорская говорила, что в 17-м году скорее всего была бы на стороне большевиков, потому что они были единственными настоящими радикалами. Формула о том, что Новодорская всегда выступает против любой власти. Это пропагандистская кампания, это не так. Лерочка готова была умереть за Ельцина, когда в 91-м году он олицетворял с собой оппозицию советскому строю. Перевешивать всех коммунистов и зажить. Уже скоро новую власть со старыми диссидентами по сути будет объединять лишь одно страх перед реваншем противников реформ. Консервативного большинства в Верховном Совете, парламенте, избранном еще в советские времена. Возродившихся коммунистов и их новых союзников, имперцев, националистов. Они готовы будут объединиться под любыми флагами для возрождения былой сверхдержавы. Общего врага так прозовут красно-коричневыми, в ответ получив кличку Демшиза. Затяжной спор с мятежным парламентом завершится осенью 93-го его расстрелом. Уже более года предпринимаются попытки найти компромисс с депутатским корпусом. Кремлевскими властями практически все подготовлено для введения так называемого президентского правления, а по существу режима диктатуры. Власть в Российском Верховном Совете захвачена группой лиц, которые превратили его в штаб неприменимой оппозиции. Жулики, Ельцин и его команда. Я приступаю к исполнению обязанностей президента Российской Федерации. Включили какую-то еврейскую музыку для того, чтобы не дать слушать речь русского генерала. В таких условиях нельзя не только вести труднейшие реформы, но и поддерживать элементарный порядок. И надо сегодня штурмом взять мэрию и останки. Не замечать этого. Терпеть и бездействовать больше нельзя. Это все закончится вот такой поминальной свечкой по демократии вообще в России. Это, конечно, очень далеко от демократии, но это был эффективный шаг по предотвращению войны, гражданской войны. В России идет перманентная гражданская война и исход ее совершенно неясен. Потому что наша часть страны обращена в будущее, на запад, а большая часть обращена в прошлое. Этот конфликт преодолим только путем военного вооруженного подавления. Демидов Юрий Иванович, 49 лет, Давыдов, правлят. Правда ли, что по случаю расстрела осенью 93-го Белого дома Новодворская, как писала она сама, на радостях распивала шампанское. Понимаете, вот сама формулировка расстрел Белого дома говорит о необъективной оценке этих событий. Это была попытка остановить государственный переворот, который ввели Хасбулатов и Рудской. Президент России пускай знает, если они будут штурмовать, значит, вот этот блок, в котором я нахожусь, левый блок, будет биться до конца. Это отвратительно было, это были марши, парады на территории Белого дома. Он должны защищать и охранять Верховный Совет с красными флагами и со свастиками. Когда сейчас в власти стоят люди, перерожденцы, приспособленцы, более того, предатели, то мы готовы вложить все свои силы для воссоздания державы Советского Союза. Какой может быть другой взгляд на попытку установления советской власти в 93-м году в демократической России? Какие другие взгляды? Нет, в данном случае я ее не понимал. Можно было организовать прекращение деятельности Верховного Совета без стрельбы, но они сделали все для того, чтобы стрельба была и были жертвы. В нашем условии или они сдаются, или через час группа А и группа Вымпел берут здание, что они хотят. Кто-нибудь высунетесь в окно, с вами будет говорить подполковник группы Альфа. Их никто не расстрелял, этих подонков. Они посидели в тюрьме там три дня. После этого их выпустили и сказали говорите и делайте, что хотите. Мы не готовились к войне. Мы надеялись, что можно договориться сохранить мир в столице. Даже Новодорская сказала, что для нее было колоссальным шагом и колоссальным преодолением поддержать Ельцина в 93-м году, потому что поддерживать власть, занимающуюся репрессиями, совершенно не в духе делом Союза. Тем не менее, тогда в 93-м году ситуация была доведена до такого обострения, что надо было блокировать государственный переворот. Я тогда тоже, к сожалению, так считал. Я вот приехал в Москву на эти баррикады. Помню, я иду по Новому Арбату, висит большой рекламный щит, и там написано «А ты заколбасил коммуняку». То есть, ну вот тогда это казалось остроумным. Что вы делаете? 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 На самом деле, там было очень много разных людей во всем этом. Вот когда идет колонна на Останкино, они громят ларьки, магазины, буржуев, не было ни одного случая погромов. Полпа скандировала порядок и закон. Очевидно, те, кто ушел в политическую борьбу, видели это несколько иначе. Из Новодворской в 93-м. Когда у власти окажутся фундаменталисты, возьмемся за оружие. Даже если весь народ обалдеет от восторга. Пойдем против народа, мы ему ничем не обязаны. Он уже балдел в 18-м, и в 37-м, и в 45-м, и в счастливую эпоху застоя, когда колбаса стоила 2,90. Пойдем против всех, кто пойдет против свободы. На месте России может остаться пепелище, тайга, братская могила. Но нового архипелага ГУЛАГ пусть на месте России не будет никогда. Я тогда бы точно под этими словами не подписался. Невозможно заставить живущих в Палеолите правильно проголосовать за переход к неолиту. Как при такой риторике, казалось бы, политик Новодворская рассчитывала быть услышанной своими согражданами? С этими идеями, конечно, вообразить ее в пирамиде российской власти даже начала 90-х было почти невозможно. Но мне кажется, это сознательный выбор. Но я не знаю, она как Сократ, он тоже ходил по Афинам. И говорил вещи, которые афинянам в большинстве случаев не нравились, которые его к смерти привели. И большинство народа, у которого еще не отпали хвосты и который еще не слезло с дерева, не мыслит себя человеком, тем более свободным человеком. Вот этот ярлык русофобов, который был наклеен на постперестроечное поколение политиков, общественных деятелей. Россия не нравится. Просто звериная ненависть к России. Я цитирую только. Но ведь с другой стороны, ваш друг и товарищ Виктор Шандерович. Это он прославился в образе России как в деревне Гадюкино. В Афинах 24, в Стамбуле 25. В деревне Гадюкино дожди. Сергей Адамович Ковалев. Это его ничего не стоило спровоцировать народно-патриотическим активистам, чтобы он кричал на них. Слушай, заднись давай! А то сейчас вылетит за всю. Мрак! Валерия Новодворская. Это она говорила множество самых экстравагантных вещей, вроде того, что приветствовало нападение США на Российскую Федерацию. Империя зла, ордынская традиция. Может быть, правда, была какая-то доля нелюбви к своей стране? Если отождествовать свою страну с той социальной группой, которую вы тут изволили описать... Когда умер Иосиф Виссарионович, весь мир на коленях стоял. Розовельт и Черчилль на брюхе ползали к нашу державу. Но ведь страна так к ней не сводится, да? Общество, за плечами у которого не 64 года советского плена, а 300 лет рабства. И какая же коричневая чума поднимается сегодня, какие люмпенские низы поднимаются. Но смотрите, к чему мы сейчас пришли. Ведь практически это ророческие слова. То есть, вот опять Россия постепенно превращается в гулаг, она превращается в источник смерти для других стран. В этом плане, да, пепелище лучше, чем гулаг. Я жалею только об одном, что у нас не нашлось штурмовиков, чтобы раз и навсегда покончить с вооруженной оппозицией западному выбору России. Может быть ли так, что их категоричность, бескомпромиссность, она-то, собственно, и отталкивала? А вот это да, потому что рядом с ними неудобно, рядом с фонарем неудобно, потому что он освещает то, что, может быть, не хотелось бы видеть. Победа-то оказалась первой. В общем-то, увидела, что власть способна решать свои задачи за его счет. После 1993 года пошел раскол, пошло отчуждение. Когда выяснилось, что вот эта попытка победить плохой Верховный Совет, она дала не самую лучшую Государственную Думу. Либерально-демократическая партия 24,3%. Вы смотрите, что делается. Коммунистическая партия, 17,3%. Тогда стало ясно, что народ сохранил вот эти родовые отметины, ненависти к Западу, готовность идти, что называется, своим путем, да весьма экзотическим причем. Россия, одумайся, ты одурела. И тогда, собственно говоря, под впечатлением этих итогов было принято решение расширения НАТО на страны Восточной Европы, чтобы спасти от этого поднимающегося реваншизма. Так, шаг за шагом мы шли и шли дальше в том направлении, куда пришли сегодня. Мы свои обязательства перед президентом выполнили. Мы сохранили ему жизнь и власть, мы вручили ему фактически абсолютные непререкаемые полномочия. Взамен мы должны были иметь экономические либеральные реформы, отказ от имперской политики и уход России на Запад. К сожалению, более сильная сторона сделку расторгла. И не зря одна книга про осень 93-го, она называлась «Поражение цели». Мы будем диктовать миру как. После кризиса 93-го года, он еще вроде бы в чем-то сомневался, в каком-то интервью его спросили, а вот сейчас бы вы это повторили, он ответил, не знаю. Но, кажется, потом он от этих сомнений отошел, и дальше Чечня. Пророчество четвертое. Россия без войны. Год 94-й. Канун Дня Российской Конституции отмечен двумя событиями. Улицы городов украшены национальными флагами, а в Чечню сегодня на рассвете введены войска. И уже тогда мы понимали, что за этим могут последовать страшные повороты, страшные последствия. Мы против того, чтобы наши дети гибли там. Мы против такой демократии, которую можно устанавливать танками. Кстати говоря, известная фотография с митинга 95-го года на которой приехал участвовать Михаил Сергеевич Горбачев. И Новодворская, которая несколько месяцев в 91-м году сидела в тюрьме по указанию Горбачева. Палач и убийца. Красный фашист. На этом же митинге его простило. Прекратить кровопролитие. Не ставить армию в такое положение, что она имеет дело с женщинами и со стариками. Лерочку выпустили из тюрьмы 23 августа 91-го года. И уже в 95-м году начался судебный процесс над Новодворской за антирусскую пропаганду. Непонятно только, почему она тогда свой народ так поносит. На самом деле это была антивоенная пропаганда. Или Россия оставит в покое Чечню, предоставит ей независимость, или в России никогда не будет демократии. И здесь я с ней согласен, потому что Чеченская война была организована для того, чтобы та молодая, стоящая на ноги российская демократия обломала там свои молочные зубки на этом непокорном народе. Поскольку это Чеченская республика Российской Федерации. И вернулась обратно к имперским амбициям и комплексам. Конечно, я могу шарахнуть, и от ничего от него не остается. И шарахну точно, даже в городе. Почему он не полетит и на свой дом? На своих детей это не бросит? Почему его дети не вручатся? Операция по разоружению незаконных бандформирований и восстановлению конституционного порядка. Ну, естественно, не война. Конечно, нет. А вторая Чечня называлась контртеррористической операцией. А в Грузии была операция по принуждению к миру. Войны не было ни разу. Не здесь и не сейчас. Сегодня в Крыму совместную подготовку по вступлению обеих стран в НАТО обсуждают министры обороны Украины и России Юлия Тимошенко и Валентина Мельникова. Также в повестке дня совместные учения, в которых примет участие российско-украинский миротворческий контингент. Речь о соединениях, погасивших в прошлом году беспорядки в Беларуси. Там, напомню, экс-президент Александр Лукашенко отказался признавать итоги выборов и вывел на улицы лояльных силовиков. Ну, а спикер Госдумы Илья Яшин сегодня же выступил с критикой, цитирую, чрезмерных в мирное время военных военных расходов. Но обо всем по порядку. В репортаже моей коллекции... Летит самолет, сбрасывает бомбы, гибнут люди. Число погибших мирных жителей исчислялось десятками тысяч. Восстановление законности и правопорядка в республике вызывает ажистрированное сопротивление националистическом и экстремистическом силе. Мы сейчас все это видели в Мариуполе. Мы сейчас это все видели под Киевом. Все было то же самое, только происходило в масштабах маленького российского региона. Это абсолютно две разные истории. Вообще никак между собой не связаны. И на тот момент и формально, и неформально Чечня была внутренним делом. Это не было нападением на государство. Конечно. В Великой России их безумно мало. Истинных псов войны, которых так внезапно востребовало время. Псов войны, умеющих убивать и умирать. Ну разве это не та же самая имперскость, против которой вы сегодня выступаете? Это имперскость, безусловно. Но Россия с помощью преступлений всегда решала свои вопросы. В отличие от украинской войны, за Первой Чеченской могут на месте наблюдать журналисты, правозащитники, парламентарии. Со стороны федеральных войск в первые дни депутат-государственник Александр Невзоров. Со стороны противников войны на всем ее протяжении другой депутат, уполномоченный по правам человека Сергей Ковалев. Это именно в его команде точнее в разное время побывают и Александр Черкасов, и Юрий Рябаков. Жертвы со стороны мирного населения мы сейчас не можем посчитать. Я знаю только, что русские танки уничтожают все, что мешает, скажем, их обзору. Я говорил о том, что я видел, о бомбежках, об этих трупах. Ну, это рыночек. Ну, людям надо что-то есть. Вот они собрались. Ну вот, налет, пара ракет, очередь артиллерийская. Толпа мгновенно разбегает. Самолет отбомбил, и вылетел. Ракетно-бомбовый удар на нас упал. Семь человек погибло. Услушал, настинар. А дальше-то что происходит? Дальше люди, разбежавшиеся, снова собираются. Там убитые, там раненые. А чья это девочка? Машина горит. Там кто-то живой вот стараются вытащить, да? Вот снова собрались. Снова прилетели самолет. Субтитры создавал DimaTorzok даже не хочет говорить советский. Российский ученый, который сочетал в себе строгость мысли и одновременно очень четкие нравственные идеалы. Как основательный человек, он через некоторое время стал редактором то есть самых хронических текущих событий. Семь лет лагеря и три года ссылки Магадан. Вот он так, таким бойцом несгибаемым и всю свою жизнь и прошел. А в 90-м был избран народным депутатом России и стал руководителем комитета правом человека Верховного Совета России. Вы являетесь одним из наиболее известных защитников прав человека. Так как с правами человека? Я не могу сказать, что с правами человека в стране дело обстоит благополучно. Вообще само по себе очень странно, что есть комиссия по правам человека, которая самой главной своей задачей ставит борьбу с государством как с нарушителем основных прав граждан. Права личности всегда нарушены, бывают только одной стороной государством. Как записано во второй статье нашей ныне действующей Конституции, защита и соблюдение и уважение прав человека есть высшая цель государства. Враг геостратегов и ура патриотов через несколько лет они будут уже во власти, амбудсмен Ковалев при этом автор той самой статьи Ельцинской Конституции. В Грозном он воочию убеждается, общего с жизнью у нее не больше, чем у советской. Есть только два пути. Резко отступить назад, и тогда виновники должны понести наказание, либо устанавливать репрессивный полицейский режим. Декабрь 1994 российские войска готовятся штурмовать Грозный, а Сергей Ковалев за это впоследствии его не только Павел Грачев назовет предателем. Да ему клема некуда ставить, клема некуда ставить, это враг России, это предатель России. У Дудаева в президентском дворце и, значит, сидит с чеченскими боевиками. Что он на самом деле делал в логове неприятелем? Ну, что они делали? Они фиксировали, что происходящее в городе. Значит, у меня нет таких данных, что были бомбардировки города Грозного сегодня. Это ложь, не просто кровавая ложь, когда нам, находящимся здесь, объясняют со слов высших государственных лиц. То, что никто не бомбит и не обстреливает это чеченцы сами себя. Это уже отчаянная ложь. И в какой-то момент они сталкиваются с тем, что из Амбушетии приехали автобусы для вывоза гражданского населения и эти автобусы не выпускают. Вы в этом доме живете? Они идут скандалить по этому поводу в этот самый дудаевский президентский дворец. В этот момент в подвал скатился в чеченец с автоматом и шторм начался. И мы оказались по сути дела никакой ловушки. И вам потом это не раз припоминали? Совершенно верно, да. Правозащитники сидят в Грозном прямо в подвале сами общаются с чеченскими комбатантами, пытаются одновременно общаться и с российской властью. Вот подождите, я сейчас смотрю чеченское телевидение, идет БМП по дороге и горит при этом. Наша БМП горит. Горят люди. Как это бить? Это всегда очень плохо, когда подевают люди, но когда старики и женщины, которых ездят своими глазами, погибают от падения русских бомб, это, уверяю вас, не лучше. Люди, которые сидят в БМП, имели выбор. Станеки этого выбора не имеют. Но ведь при этом где-то по простоте сердечной, где-то по указке сверху ровно от того за ними прочно закрепляется образ предателей. Ну как, если страна начинает посылать своих граждан на убой, чем это мотивировать? Ну, естественно, патриотизмом. А тот, кто жалеет гибнущих солдат, гибнущих мирных жителей, тот, естественно, предатель. Начинается штурм, все трясется, все летает. И тут в этот подвал президентского дворца начинают приводить пленных. И врачи, чеченские врачи, мы тоже вместе с ними тут же, сняв двери с комнаты, значит, всталюли нары, на которые укладывали этих раненых чеченцев, наших солдатиков, несчастных. И чеченские врачи бинтовали последними бинтами тех и других. И первые списки пленных привез в Москву в итоге Ковалев. До этого пленных, их там было уже трехзначное число, их как бы не существовало. Была уже победа. В общем, выполнила задачу. Практически границы Чеченской республики под контролем сейчас полностью. Я сказал, что я прошу встречи с Борисом Николаевичем. И мне нужна срочная встреча. Он говорит так, не просит о встрече с президентом. Ну, и я тогда сказал довольно грубые слова. Он выехал и отправился с нашими наказами к Борису Николаевичу, чтобы рассказать о том, что происходит на самом деле. Что город полон мирных жителей, которые гибнут под нашими снарядами и бомбами. И он рассказал ему об этом. Ну, начнем хотя бы с перемирия. Для того, чтобы можно было хоть этих, простите меня за грубые слова, обглоданных мертвых собрать. Борис Николаевич сказал, это слишком рано. И больше Сергей Адамович с ним уже встретиться не мог. Можно ли сожалеть по поводу высказываний отдельных деятелей, которые пытаются упрекать федеральные власти в жарстве крови, стремятся опорочить любые действия органов власти России. Понимаете, вот говорят, что Ельцин привел Путина, и это была его величайшая ошибка. Ельцин привел себя. Вот это была действительно величайшая ошибка, потому что он никакого отношения к идеалам свободы и демократии не имел. Свободы в самой Чечне во главе с генералом Дудаевым потребуют в 91-м, как раз на пике надежд на демократию и федерализм, того, что назовут парадом суверенитетов. Существует какой-то субъект федерации, даже непонятно какая-то территория, на которой непонятно какая власть, непонятно каких отношений с Россией. Но многих в Москве это долгое время не то, что не пугает, а наоборот, в гости в Грозный ездят военные, предприниматели и политики. Уважаемому президенту Чеченской Сулики Жохару Дайву привезли тоже подарок. Там пейзаж русская зима. Мы очень хотели, чтобы это было замечено. Пейзаж в смысле погоды. До 93-го года Чечня для российских силовиков была очень важным местом. В частности, война в Абхазии. Кто там воевал в большой степени? Войска конфедерации народов Кавказа. Но вот значительная часть собственной пехоты была чеченцами. Это были чеченцы. Не только Басаев, но и Басаев в частности. Их готовили люди спецназа, ГРУ и спецразведки ВДВ. Время всякие команды в кино только так красиво воюют, красиво живут. Понимаете? А на деле война это большая грязь. То есть это была рукотворная история? Это была абсолютно управляемая история. Более того, Павла Сергеевича Грачева его очень упрекали за то, что он в Чечне оставил половину оружия, находившегося там на складах. И мы не скрываем, и не можем скрывать. Единственную защиту мы находим приобретение оружия. Но эта история начинает играть чуть-чуть иначе. И когда мы уточним, а где находились тогда операционные базы Виктора Бута, в 92-м уже поставлявшего оружие в страны Третьего мира. Это Грозная Северная и Калиновская в Чечне. А пары лет позже, в 94-м с Дудаевым можно было договориться? Нет, это все разговоры о наличии шансов какого-то. Не было ни малейшего шанса. Он был человеком очень радикально настроенным. Достаточно короткий разговор с Дудаевым и Яндорбеевым тогда приводил к тому, что требования их не сильно отличались от требований какого-нибудь Татарстана. Если вести политический процесс, можно было договориться. Получилось так, что эти разговоры они пошли в основном со второй половины 94-го года. А в первой половине 94-го года я нелегально пробрался в Грозу на свой страх и риск. Там как раз в это время отрубили голову и выставили на площадь отрубленные головы сторонникам Лобазанова. И каждый раз, когда я слушал разговоры про этих прогрессивистов в Западе, я вспомнил эти отрубленные головы окровавые. И думал, да, хорошее у нас представление прогрессивных начиналных. Даже самая Галина Васильевна Старовой рассказывала мне о том, когда она была советником Ельцина, когда она зашла в кабинет к Филатову и услышала, как министр национальных дел Егоров рассказывает Филатову о том, что с Дудаем невозможно договориться, он сумасшедший, он, так сказать, негодяй, палащий преступник. Я говорю, а чего проще снять сейчас трубку правительственной связи, позвонить в Грозный, да и начать с ним переговоры. Они говорят, он не будет разговаривать с женщиной, это не может быть, его бросит все его окружение. Ну, говорю, не будет, так не будет, а вопрос же надо как-то решать. Я сняла трубку, попросила соединить меня с Грозным и переговорила с Дудаевым, и он, в общем-то, нормально разговаривал со мной. И говорили мы только о месте встречи делегацией. Через четыре дня после этого генеральная прокуратура объявила Джохара Дудаева розыск. Переговоры с Дудаевым были запланированы на завтра. Поход на Грозный начался почему-то сегодня, задолго до истечения срока ультиматума российского президента о разоружении чеченских группировок. Зачем понадобилась война? Некоторые говорят, что нефть нужна, какая там нефть, жалкие остатки. Защита русскоязычных, никого, права русскоязычного населения там не волновали. С другой стороны, ты знаешь прекрасно, что завтра вот эти пять молодых ребят сядут на поезд и поедут в какую-нибудь Омскую область потрошить местных бизнесменов. А эти пять молодых людей переходят в Удермесе поезд, ведущий из Дагестана в Москву, ограбят пассажиров и изнасиливают десяток женщин. Два года с лишним терпели. Два года ждали все-таки, чтобы благоразумие как-то восторжествует. Но так дальше продолжаться не может. Понятно, что существование Чечни в таком неопределенном статусе, оно вообще говоря дестабилизировало политическую ситуацию в целом. В 93-м году многие составляющие России регионы начали думать о федерализме. В этих условиях управлять государством Ельцин просто не умел. Заявление Татарстана о создании Министерства иностранных дел, возможность создания собственной валюты в Уральской республике. Он воспринимал как попытку развалить Россию. И хоть он и произносил фразу «забирайте свободы столько, сколько возьмете», «Ни одна территория не имеет права на выход из России. Это непременные условия существования российского государства». «Лучше умереть, чем быть несвободным». Война началась не потому, что Джохар Дудаев поднял мятеж. Кремлю после поражения на думских выборах 1993 года надо было сделать какой-то жест, так они надеялись, в сторону такой более консервативной, патриотически настроенной общественности и показать, что вот мы сильное государство. Например, вернуть в лунную империю отложившуюся провинцию. «Очень узнаваемый подход». «Для упавшего рейтинга нету лучшей Виагры». Узнаваема и предыстория самой войны. Летом 1994-го согласие Кремля от будущей ФСБ Сергей Степашин и Евгений Савастьянов начнут в Чечне с того же, с чем годы спустя эмиссары Москвы придут уже на Донбасс. Антидудаевскую оппозицию во главе с Умаром Автурхановым они сначала снабдят оружием. «Ну вот была бы у нас броня и пушки, мы бы им задали перцем. Ну попробуйте, почему нет?» «Российские вертолеты мои вертолеты, которые я купил». «То есть пусть Временный Совет Чеченской Республики действительно попробует дать настоящий буйду дать». «А потом вот было принято крайне неправильное решение посадить в танки российские экипажи». «На чеченской земле мы как захватчики пришли туда, сейчас в данный момент мы вонопленные. Россия от нас оказалась, отказалась, сказала, что таких вонослужщиков, что российские вонослужщики в этом не участвуют». «Надо было набраться терпения, но приближались выборы. Я сам очень боялся входить в выборный процесс, не урегулировав ситуацию в Чечне». «Эти 18-летние юноши за Россию умирали и умирали с улыбкой. Им нужно памятник ставить, а их опорочит вот этот как миротворец депутат Говалев». «Северник Говалев все время отстаивал одну и ту же идею, что реальная политика, то есть политика, компромиссов, основанных на интересах, а не на ценностях, ведет к разрушению и распаду». «Это такое так называемое реал-политик, то есть некие политические реальности, с которыми мы сталкиваемся и должны исходить из этого и, видимо, предпринять определенное...» в нашей политике более чем достаточно». «И у него, кстати, было очень много критики не только российского общества, но и Запада». «Реал-политик» это формула, придуманная в Германии, где мы с вами находимся. «Да». «Германия хочет оставаться партнером и другом России». «Вместе с этим Запад должен научиться разговаривать с Кремлем понятным Кремлю языком». «Так что его, в общем, с трудом выдерживали на разных международных площадках». «Ко мне отношение было тогда уже такое, то еще». «Несмотря на его усилия, война затянется. Чем больше гробов в российские семьи и чем больше позора командованию будет приходить из Чечни, тем большим будет ожесточение по обе линии фронта и тем большим предательством многим будет казаться неизменный пацифизм команды Ковалева. Закрепленный уже в нулевых этот образ либералов как пятой колонны и оттуда». «Мерзавец Грачев забрался». Дальше этого КПП уполномоченному продвинуться не удалось. Как заявили Ковалевы в комендатуре аэродрома, его имя не значится в списках пассажиров спецрейса в Моздок. «Очевидно, что ума у военных аргузителей не прибавилась. Они решили идти на скандал. Но они его имеют». «У вас в фильме «Ад», документальный фильм о первой чеченской, который вы выпустили в 1995 году, есть такая фраза. Вы находитесь по одну сторону с солдатами, воюющими под началом генерала Роклина, и вы говорите «Здесь нет болтунов-депутатов, корреспондентов и других проходимцев, в глаза не видевших передовой, но трещащих о чеченской войне безумолков. Здесь не увидишь блажного старичка, вдохновляющего бандитов убивать русских солдат». «Среди болтунов-депутатов и проходимцев-старичков вы в том числе имели в виду и Ковалева? Конечно, несомненно. В своем стремлении вступиться за чеченских мальчиков, вот эти все Ковалевы подставляли под нож огромное количество мальчиков русских. Чеченцы ведь, они же прекрасно понимали, как всю эту депутатскую свалоту можно использовать и как с их помощью можно парализовывать, создавать скопления, собирая толпы солдатиков, которые были обречены на смерть». «Это луж». Собственно, там было много лжи, что Ковалев призывал сдаваться военных. Ковалев не призывал, находясь вместе с сепаратистами российских солдат, сдаваться в плен. Он не призывал их сдаваться в плен. Воспоминания небезызвестного вам генерала Геннадия Трошева. Цитата. В боях за Грозный появились первые пленные, вокруг которых развернули баталии с участием московских политиков, правозащитников и журналистов. Особо недобрую роль в этом сыграл тогдашний уполномоченный по правам человека Ковалев, открыто призывавший наших солдат сдаваться в плен под его могучие гарантии освобождения. «Москатов попросил Ковалева, вот подразделение наших солдат оказалось у нас в окружении, вы можете пойти к ним и договориться, мы их выпустим, пусть уходят». Сделать такое предложение, ну что ж, мы посоветовались друг с другом, то есть мы вполне можем. «Может ли вы соедините меня с командованием?» «Нет, с командованием я соединить не могу, потому что я работаю на этой дорожке. Командованием слышит, если она заходит, что она выйдет на вас». «Да, мы поехали туда, хотя с Требай это продолжалось». «Ну, мы пришли туда, я сказал, я вас ни за что не агитирую, моё отношение к этой войне вы знаете. Вы принимаете это предложение?» «К сожалению, ничего из этого не вышло». «А потом офицеры этой части стали врать, что их уговаривали сдаться в плен». «Генерал Трошев, конечно, может быть, писал свою книгу, но он её не читал». «Если по-вашему это ложь, зачем она вокруг фигуры Ковалёва создавалась?» «Потому что он им реально мешал. в Грозном тогда, зимой 1994-1995 года, подлилило от 25 до 30 тысяч мирных жителей. Есть человек, который на месте свидетельствует о том, что это преступление происходит». «Я почти уверен, что если бы как в январе 1991 года на улице Москвы вышло подмирно, граждан, с этим пришло посчитаться». Уже на третий месяц кровопролитной войны в Чечне глаза на её последствия закрывают не только в Кремле, самой России, с которой вроде бы воссоединяют чеченский народ. Слушать о его бедах надоедает. «Очень долго люди в том же правозащитном центре Мемориал, которые ездили в Чечню, собирали кропотливо вот эти все случаи похищения людей, убийств, массовой резни». «Это воспринималось как какой-то элемент общий, иногда случаются такие несчастья». «Всё это уходило как в вату». «А так это всё было в дымке». «Да». «Тихий бытовой фашизм. Это на Париж нельзя бросать вакуумные бомбы? Правда? Странно бросать на Париж вакуумные бомбы или на Рим. А на Грозный, ну, там же чеченцы». «А годы спустя вы события в Чечне и трагедию в Украине воспринимаете как звенья одной цепи?» «Я теперь это воспринимаю как школу массового насилия, через которую было прогнано большое количество народу, и они там научились убивать и относиться к этому легко. Это было где-то не про нас, но оно там было, и, как теперь мы повторяем друг другу, зло не компонируемо. Зло нельзя положить в ящичек, оно выползло». «Мы уже предупреждали, неоднократно предупреждали и Ельцина, и власть Крымевскую всю о том, что рано или поздно продолжающаяся война придет в Россию. И когда я это услышал, я понял, ну вот». «Мы хотели добраться до Москвы и там немножко повоевать и посмотреть, как будут российские власти бомбить в Москву. Но вся наша операция, по идее, сорвалась из-за алчности и жадности постов гаишников. И вот так, печальным образом, город Буденовск оказался, так говорится, в заложниках». В Буденовске, это 200 километров от Чечни, банда Шамиля Басаева захватывает больницу. Это первый в России теракт такого масштаба. свыше полутора тысяч заложников. Боевики требуют вывести армию из Чечни. К больничным корпусам стягивают спецназ и внутренние войска. «Я понял, что нам нужно ехать, потому что я уже нагляделся на то, что творили наши генералы в Чечне. Я понимал, что там будет просто бойня». «Уберите этих мудроцков, сейчас пыльбанок...» «Ну, мое намерение разрешать ситуацию так, что первый приоритет это жизнь заложников. Я не знаю другого приоритета». «Ковалев, Орлов, Рыбаков и Маловствов долго спорили, кто останется с семьей, кто поедет, в итоге оба поехали». «Надо сказать, нас встретили там неласково. Там была уже некая команда. Эта команда возглавлялась, по-моему, Илья Ильичем Степашиным. Ещё там была куча генералов каких-то. Хотел бы я всех знать. Мы все были очень красивы». «Нам сказали... Вы знаете, это была ночь уже. Вы знаете, там идут переговоры, привезли брата Шамиля Басаева. Вот сейчас, может быть, как-то там что-то удастся. Вы пока отдыхаете, вот там в здании администрации там вот вам постелен. А сута, значит, там придёте». Легали спать, проснулись от канонады, всё нам наврали, и идёт штурм этой самой больницы. А что это такое штурм в этих условиях? Это в самом лучшем случае останутся живых 30% от заложников и 30% от штурмов. мы слышим выстрелы в пулемётной очереди, выстрелы из танков. Поднимаемся на крышу здания, видим, оказывается, рядом с нами эта больница, она уже горит, спускаюсь вниз и вижу, как женщины стоят в окнах, кричат, «Не стреляйте, не стреляйте! Здесь люди!» А по ним стреляют. И только пулемётная очередь так вот по окнам, так сказать, видно, как кирпич сыпется. В больницу спецназ так и не вошёл, убитые лежали у стен. Штурм захлебнулся, выяснилось, что есть телефон в кабинете главного врача. Оттуда выпустили зама главного, двух медиков выпустили с белым флагом. Выскочили, я их принял, добрался я до Ерина. Ерина сказал, «Я всё знаю, меня не интересуют ваши врачи, уходите». Мы вернулись обратно в здание администрации, где в это время находился Ковалёв. В иных обстоятельствах главный правозащитник страны. В такой ситуации стал бы звонить президенту, но Ельцин, не дожидаясь развязки на родине, улетает на саммит в Канаду. Там, в присутствии западных лидеров, верховный главнокомандующий уверяет, война в Чечне была всё равно верным решением. Потому что это оголчелые бандиты, понимаешь, с чёрными повязками. За главного в стране остаётся премьер Черномырзин. С ним Ковалёв и созванивается, чтобы рассказать о происходящем в Будённовске. Я поручаю вам провести переговоры на ваш страх и риск. Введите переговоры, как вы хотите. Действуйте, Сергей Адамович. После этого нас уже запустили в штаб, оказалось, что, оказывается, есть даже телефонная связь больницей. Сергей Адамович, это вы? Да. О, я рад. А кто? Шамиль, здрасте, надо бы встретиться. Говорю, да, вообще уж такой ситуации надо встретиться. Ковалёв сказал, вы должны сделать жест доброй воли, отпустите женщин и детей, после этого будем переговариваться. На что Басаев сказал, если я их отпущу, нас уничтожат. Ковалёв сказал, мы останемся вместо них. Это было что-то чудовищное. Идёшь по коридорам и видишь вдруг, что с этих чёрных закопчённых потолков и стен что-то прилипло, какие-то комья, куски какие-то свисают. Человеческое мясо это результат взрыва во время пожара там, ракеты, кого-то разнесло в клочки и очень много трупов сложено на латах отдельных, выделенных для этого, под лестницей где-то. Чё тут трупы заложников? Дальше довольно сложный процесс самих переговоров, составление документов, по которым Россия брала на себя обязательство прекратить военные действия. Печать завершает. Поставь добившись главного, Басаев требует безопасных путей отхода. Тысячу заложников террористы меняют на полторы сотни добровольцев, журналистов, врачей, депутатов. Среди них и Сергей Ковалев. Вы уже не вернётесь из больницы? Поедете завтра прямо с ними. Я сижу у окна, а рядом со мной чеченец с пулемётом. Он в глубине салона. Правда, жарко там в это время, годы. Сергей Деянович, не самое здоровое сердце. После Будённовска, после этих трёх суток в раскалённых автобусах, он уже так на юг не ездил. На обратной дороге в Чечню эти попутчики-добровольцы террористам служат живым щитом. Но и он не заставит силовиков отказаться от идеи подорвать автобусы, везущие боевиков и их заложников. Кружились вертолёты, садились посередине пути и говорили «Нет, туда вы не поедете, меняйте маршрут, поедете туда». И как потом выяснилось, этим вертолётам давали указание отстрелять колонну, но те не стали этого делать, не получив вписанного приказа. И на полгода потом в Чечне мир установился. Счастливая размязка в Будённовске благодаря Ковалёву это сотни спасённых жизней. Но это же и осознание страной, она проигрывает войну. Требовать мира до начала Первой Чеченской значило требовать переговоров, но говорить о нём же посреди войны и взаимного озверения по обе стороны фронта, с точки зрения патриотов, начало признать постыдное поражение. И с их точки зрения Ковалёв как будто бы не герой, а наоборот изменник. У меня сложилось впечатление, что вы сейчас в мире самая награждаемая личность. И тем не менее, у вас нет ни одной российской награды. Это что, парадокс или закономерность? Я думаю, закономерность. В 95-й год Джохар Дудаев награждает Ковалёва орденом Чеченской Республики Рыцарь Чести. Ковалёв его соглашается принять уже после войны. При этом такой же орден был вручён Басаеву за поход на Будённовск. Вы понимали, почему даже участие либерально настроенных граждан это вызывало недоумение? Ну, у меня вызывает недоумение то, что Ковалёв взял орден почётного Ледёна, хотя этим орденом были награждены также Владимир Путин и Владимир Шаманов. На родине-то наоборот была опущена версия про то, что, значит, Сергей Ковалёв ездил в Будённовск не для того, чтобы позволять заложников, а чтобы террористы благополучно вернулись в Чечню? Ну, эти ребята, как выясняется, умеют врать немножко лучше, чем штурмовать. Впоследствии Ковалёву не раз ведь припоминали его, скажем так, необычные фразы о том, что Басаев это такой чеченский Робин Гуд. Он был Робин Гудом, а превратился в чудовище. Понимаете, моё отношение к Робин Гуду сугубо и резко отрицательное. Я не хвалил Басаева, как все сочли. Я Робин Гуду ругал. Между прочим, Шамиль Басаев в 91-м году пришёл защищать Билл-Виду во время путча. Он пришёл вместе с тремя своими друзьями, они принесли ящик гранат и играл на этом ящике с гранатами в шахматы. Кстати говоря, неплохо. Жохар Дудаев демократ. Он собирается строить развитое западное общество. Как вы тогда воспринимали этот вот романтический ореол, который мятежной Чечне предавался правозащитниками, частью демократического сообщества? Ну, наивные люди. Знаете, вот в одном из наших телесериалов, советских, я имею в виду, еще, звучит фраза такая «наивность – признак чистоты души». В России я узнаю все больше нового о себе. Ну, например, что Чеченская война, благодаря моим усилиям, не закончилась до сих пор, что я враг русского народа. А вот то, с какой безоглядностью он бросился поддерживать дудаевцев, он не видел, на самом деле, не понимал, кого поддерживать. А что вы имеете в виду под поддержкой Ковалевым-дудаевцев? Он очень активно пропагандировал идею, что надо оставить в покое маленький город чеченский народ. Ну, так Чечня и выиграла эту войну. И до сих пор ей Россия платит дарить. У меня сейчас ощущение, что человек, снимавший фильм «Ад» и «Чистилище», и человек, с которым я сейчас разговариваю, это два разных человека. Слушайте, мы разные люди, потому что если бы мы оставались исключительно на какой-то замерев на какой-то позиции, то это было бы разговор двух дебилов. Сейчас я понимаю, до какой степени я был, вероятно, скажем так, не прав в выборе. Уполномоченный по правам человека Сергей Ковалев подчеркнул, что Россия стремительно катится назад к полицейскому государству. По его словам, никакого демократического государства мы не построили. Пророчество пятое. Россия без царей. Год 96-й. температура нормальная, давление, как и вчера, 125 на 75. я скажу честно, я просто проспал. Самочувствие Ельцина уже давно является реальным фактором российской политики. Несмотря на настойчивые призывы достойно уйти, мой отход от участия в выборах стал бы шагом безответственным и непоправимо ошибочным. Война в Чечне окончательно разводит Ельцина и ту самую Демшизу. На старте его кампании в команде президента почти никого из тех, кто помог ему прийти во власть. Одним из последних уходит Ковалев. Уходя, он обращается к президенту с открытым письмом. Вы выставляете себя единственной альтернативой Зюганову и Жириновскому. На самом деле родственного между вами больше, чем различий. Окончательный разрыв это 96-й год. Как раз потому, что для кого-то жизнь человека это высшая ценность. для кого-то это средство достижения политических целей. опору в борьбе с набравшими силу коммунистами президент находит в олигархате, имиджмейкерах, телевидении и административном ресурсе. что говорится описывая выборы 96-го года это говорится о впервые примененной массовой государственной пропаганде. Туры певцов, концерты, компания голосует и проиграешь. все достаточно просто. Отпустил билетей. И ты победил. Газета не дай бог. Я помню эту газету очень хорошо. Давайте просто поясняем. Это такая страшилка, что если изберут коммунистов, то люди начнут вешать на столбах, вернуться в талон и вообще наступит конец света. Один мой знакомый ныне покойный гордился тем, что он придумал плакат «Купи еды в последний раз». Так давайте не снимать с Ельцина ответственность за то, что он сделал. И поможем ему исправить те ошибки, которые он сделал. Конечно, было в том числе и заточка информационной. Я в этом, слава богу, не участвовал. Кто станет президентом России? Я мог бы сказать «я», но пусть это послезавтра скажут все россияне. Блестящий ответ! У меня была свобода абсолютно. Вы в команде ОРТ с благословления Бориса Березовского ведете перед выборами вечернюю программу «Дни». Вы малая часть вот этого катка. В этой ситуации и на этом фоне гораздо более драматично и сложно выглядит Геннадий Зюганов. Как вам кажется, без вот этой пропаганды, без всех тех мощнейших усилий, которые сопровождали ельцинскую кампанию, он стал бы президентом во второй раз? Трудно сказать, потому что опять-таки мы упираемся лбом в неведомость реальных выборов в России. Это сейчас постыдно работать на федеральном канале. Не забывайте, что чуть-чуть хлебнув свободой и узнав про то, что эта штука-то горькая, Россия на тот момент готова была венточки на шею повеситься. Мы старались так. Я все утро делала от дорогого желатого Зюганова. И даже если результаты выборов были подделаны, то, в общем, это был тот случай, когда их следовало подделать. 80-летний юбилей отмечает сегодня один из главных политиков конца прошлого века, основатель партии евросоциалистов, второй президент России Геннадий Зюганов. Однопартийцы юбиляра представили книгу его мемуаров «Три года в Кремле». В ней автор приносит извинения за драматические ошибки, допущенные в недолгий период его руководства страной, а также призывая Успех ныне правящих сил достигнут не только дорогой, но и разорительной для страны ценой в результате грубых нарушений избирательного законодательства. Победив на президентских выборах, Борис Ельцин решил главную задачу, стоявшую перед ним на данном отрезке российской истории. Задачу удержания власти. Ну а что же наши герои? Воротитель чаяний иных из них Григорий Явлинский. Но и он в 96-м получит 7 процентов. Из плеяды самих романтиков демократов даже в 90-е высшие эшелоны власти не угодит никто. Кто-то меня спросил, не хотел ли бы я, не думаю ли я стать президентом. «Да вы что вообще? Какой из меня президент?» Существует инициативная группа по моему выдвижению, которая там выдвинула меня, зарегистрировала и начала сбор подписей. Но и закон наш так суров по выборам президента, что это оставляет довольно мало шансов тем, для тех, кто не причастен прямо к власти, либо не располагает парой миллионов долларов свободных. Я не пойду баллотироваться в президенты не только потому, что у меня нет денег. Просто я не верю, что народ способен проголосовать за столь острый либеральный вариант. Я в народе разуверилась за 30 лет. Понимаете, в нормальной правовой стране никогда бы я не стал бы иметь никакого отношения к политике. Ни Эльгия Адамч Ковалев, ни Валерия Ильична Новодорская не готовились к захвату политической власти, не видели такой цели. Новодорская прекрасно понимала, что ее партия рассчитана на минимальное количество самоотверженных борцов. Она совершенно искренне считала, что если надо, она готова умереть за свою идею, за те идеи, которые она провозглашает, она готова за них бороться до конца. Но избраться в парламент и там сидеть голосовать, это было не для нее. Эти люди шли и в Думу, и в региональные парламенты, но из этого ничего хорошего не выходила, потому что когда-то Евтушенко, я помню, говорил, вся перестройка одна уже была нужна потому, что под своды Кремля вошел сад. Я выступал против введения советских войск в Афганистане и за это был сослан в бойки. Ну и вошел, ну и что, что из этого вышло хорошего. Мы до глубины души возмущены этой безответственной, провокационной выходкой известного ученого. И я приношу всеобщее презрение вам. Стыдно должно быть. Почему у них во власть в итоге пришли и Лех Валенца, и Вацлав Гавел, а у нас ни Ковалев, ни Старовой этого заведомо не могли? Сердце тьмы находилось в Москве. Москва ослабла, народы, порабощенные ею, получили свободу. В Москве было гораздо труднее освободиться от самой себя, потому что вот этим вот народам Европы было понятно, куда они идут. они возвращаются в свой европейский дом. Это люди, которые хотят сорваться с русской карусели, которым надоело ездить по кругу. Их история не циклична, а русская циклична. Мол, изначально у нас другие ценности и свобода не самое главное. Может быть, вообще вот это действительно что-то чужое. Ну, мне печально слышать такие утверждения. Ну, я так не утверждаю. Я понимаю, что это не ваша точка зрения. Михаил Михайлович Малоствов еще в 96-м году говорил и писал о том, что впереди очень серьезная опасность. Ельцин напоминал ему Гинденбурга. Выбирай между Гитлером и Гинденбургом, между уже развязанной войной и той, которую можно развязать в еще более грандиозных масштабах. Между властью еще отпавшей кредит доверия и теми, кому ни в коем случае нельзя доверять власть. В своем теле обращении гражданам России глава государства заявил, что лучшим выбором стало бы избрание в 2000 году новым президентом России Владимира Путина. Я в нем уверен. То есть, понимаете, никакой иллюзии, что это случилось что-то новое, быть не должно. Могло пронести, могло обойтись. Но мы не проскочили, потому что if shit may happen, it happens. Ну что ж, уважаемые телезрители, наша передача, видимо, подошла к концу. Теперь это будут делать со всеми нами. Пророчество шестое. Россия без пророков. Нулевые. Вы помните, как Старовойтова в одном из своих интервью говорила, думаю, я причастна к прыжку, совершенному нашей страной от несвободы к свободе. Насчет прыжка это красивое словцо, которого можно было бы и не произносить, потому что никакого прыжка у нас не было и быть не могло, потому что пропасть была слишком велика. Уважаемые коллеги, я вынуждена уже не в первый раз поднять все тот же вопрос, привлечь вашего... В 97-м депутат Старовойтова вновь вносит на рассмотрение свой законопроект иллюстрации. На сей раз, однако, она в абсолютном меньшинстве. Те, кому законопроект этот должен преградить путь во власть от чекистов до вожаков комсомола, теперь и есть сама власть, они в Думе. Коммунисты, ставленники Кремля, жириновцы, демократы раздроблены и разобщены. Я не отмечала лет 7 свой день рождения, все вот друзья-свидетели, я всегда куда-нибудь скрывалась. Я хотела и так же поступить и в этот раз, но все сказали, не уйдешь никуда, на этот раз не отвертишься. Я решила тогда соединить несколько представителей из разных политических родственных движений, что мы и делаем, потому что демократы никогда не пьют вместе ничего, даже чай. Галина Васильевна не могли простить ее принципиальности, у нее было много врагов. Это было покушение на Страулкова. На кого? Страулкова. На Галину Страулкова. На Галину Страулкова было на падение? Да. Галина Васильевна была фантастически энергичной женщиной. Она с такой скоростью переходила дороги всем, везде, всюду, всегда, спереди, сзади, что вычислить кому именно она перешла абсолютно невозможно. Это были и местные питерские власти, с которыми она тогда боролась, изобличая их в коррупцию. Это был и бандитский Петербург, которому она мешала. Это был и Жириновский, потому что она неоднократно проходилась по нему, и по всей его комарилье в бандитской, в которой он набрал свою фракцию. Судопер же у нас интересная вещь. Жириновский проиграл суд по поводу того, что его называли самого агентом, да? Что, в принципе, это было проектом КГБ. Да, теперь мы знаем, что это было проектом КГБ и ЦК, но Жириновский, он как бы наверху этого проекта, а региональные деятели, они были для Галины Васильевны неприемлемы. Недаром одним из заказчиков ее убийства стал в конечном счете депутат Государственной Думы с фракцией Жириновского. За что убили Старовойтова? Ну, вы знаете, мы здесь улезем в какую-то настолько темную принципиологическую область. Я просто спрашиваю вас, потому что по версии следствия, среди организаторов убийства были названы сначала депутат ЛДПР Глушенко, затем ваш добрый знакомый глава Тамбовской УПГ Кумарин, который был вашим же помощником. Не только мой добрый знакомый, но и мой друг. Да, ваш друг, который был вашим помощником, когда вы были в Госдуме депутатом. А исполнителями были определены его подопечные по Тамбовской УПГ, с которыми вы были знакомы, снимая о них еще тогда, в конце 80-х, в начале 90-х репортажи. Вы знаете, кто заказчик, кто стоял за этим? Ну, вот, понимаете, вы очень интересный человек. Вот я сейчас сижу перед вами и расскажу вам, кто заказчик, кто стоял. Она никогда не была скучным, занудным, трусливым, осторожным политиком, который думает о своем рейтинге и не думает о спасении Отечества. Поэтому все так и кончилось. Такие люди редкие. В думе их почти нет. Простите, я больше не могу участвовать в этом свинстве. Понятно. Участвовать в политике после нулевых Ковалеву, как и многим другим, придется уже не в парламенте, а на площадях с несогласными. В молодости их называли диссидентами, теперь они не системная оппозиция. Ну, давайте посмотрим вокруг себя, сколько нас. Наверное, полторы тысячи есть, а может быть, даже и чуть больше. Я в эфире «Эхо Москвы» все время говорил, мы разговариваем в комнате обитой войлоком, в сумасшедшем доме. Мы прекрасно разговариваем с вами, друг для друга. Глядя на Шендеровича и тусовку «Эхо», понимаешь, почему в России никак не возникнет нормальная либеральная партия. Потому что десятилетия напролет, десятилетия этой воровской власти, на митинги выходили одни и те же двести человек. Это влияние в пределах Бульварного кольца. Здесь повторяется президентская акция 70-80-х годов в День прав человека. Когда она ходила на митинге в десятых годах, она обижалась, почему они меня не арестовывают. Ей казалось, что вот это несправедливо, это обидно. Почему арестовывают там вот этих молодых ребят, а ее никто не трогает. Сейчас для острастки таким количеством политических заключенных власть может сдерживать оппонентов. А уж если понадобится, что стоит развернуть Сталинщину? Их удел в нулевые, это полтора процента на выборах и две радиостанции. Но дело кажется не только в цензуре и автозаках. Вспомню свои субъективные ощущения. После юности 90-х с Марсом из ларька и двумя свитерами в Москве нулевых вдруг возникают первые Зара и H&M, первый кредит и отпуск в Таиланде, Симачев и пропаганда, та что клуб, а не телеэфир. И вот на фоне этого нефтегламура вдруг возникают старомодные люди, интеллигентные дооскомины, в очках с роговой оправы. В общем, вот из этого прошлого нищего, с которым, казалось бы, порвано, которые что-то пытаются 20-25 лет, что быть вот с вами и с вами лично, а вот с этими категоричными, непримиримыми, постоянно чего-то орущими, требующими и спускающими возмущение и проклятие людей, ну как-то... Неловко, неловко. Вы говорите о поколении, которое начало себя обнаруживать при 106 долларов за баррель, да, со свободным перемещением, с рынком, с ипотеками, с работой, с клубами, с отличной Москвой вливались немыслимые деньги. И тут появляется Новодворская и что-то кричит про фашизм. Да, абсолютно. Ну разве Новодворская не смешна? Ну смешна же. Здравствуйте. Как вас зовут? Валерия Новодворская. А чем вы занимаетесь? Да всем понемножку. Сию разумное, доброе, вечное, борюсь с мировым злом, спасаю Россию такое вот ремесло. Она мне пожаловалась, что тесно они жили втроем, Лера, мама и бабушка. У нас обыкновенная хрущевка, сказала она, и книги складывать некуда. Вот на что она пожаловалась, что ей некуда складывать книги. Я говорю, слушай, а как, а ты не пыталась как-нибудь там немножко улучшить жилищные условия? У тебя была такая возможность? Мне говорит, администрация Ельцина предлагала дать квартиру, хорошую, нормальную квартиру. Она сказала, ну я, конечно, отказалась, как я могла от них что-нибудь взять? И она так до конца жизни, они с мамой прожили в этой Мариной роще в двухкомнатной хрущевке. С Россией на сегодня все очень плохо. Я не уверена в том, что мы выберемся. Нас здесь слишком мало. Я думаю, что наша сторона несет с полной очевидностью глобальную угрозу. Одна моя знакомая, наверняка и ваша, из молодого поколения мемориаловцев, пыталась как-то в эту патину времени, вот этот нафталин, которым в конце 90-х, к нулевым, тем более годам уже были покрыты эти маститы и корифии правозащитники, стряхнуть. И речь шла о том, что неплохо было бы как-то наладить связь, с людьми вне этого пузыря, коммуникации, маркетинг, на что Сергей Адамович Ковалев воскликнул в гневе «На вашем маркетинге лежит печать дьявола». Да, человек прожил 90-е годы, когда ему все говорили, что ничего страшного, нарушаются права человека, зато у нас рынок. Возможно, такая неспособность в полной мере вписаться в социальное пространство нового мира и позволило им сохранить вот эту вот чуткость. Надо было иметь определенную толстокожесть, чтобы жить в этом мире, в котором, может быть, ты сам не вовлечен в коррупцию, но ты знаешь, что она тут рядом есть, и, в общем, надо закрывать глаза на это. Но тебе же так удобно, ты свое-то дело делаешь. За происходящим в королевстве весь день наблюдает Константин Гальден Свайк, он сейчас с нами на прямой связи. Константин, ну рассказывайте обо всем, что видели. Да, Ольга Александровна, почему мы не считаем, что вот это вот представление об этих людях как лузерах, это в действительности способ самооправдания? И отсюда шутки и постоянное желание выставить этих пророков на посмешище. Да. И самый ржачный и смешной мем про вас, знаете, такой кровавый режим. А, да, очень смешно. Да, 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 да. А я с некоторых пор переспрашивал одного очень известного человека, который тоже мне там про кровавый режим. Что, про кровавый режим будешь сейчас сказать? Я уточню. Не кровавый, просто скажи. Он не кровавый, да? Владимир Путин в половине шестого утра выступил сегодня с телеобращением. Он объявил о военной операции. В Украине предупредил Запад о последствиях в случае межи. Почему самые непримиримые оказались в итоге правы? Потому что они доказывали теоремы и никогда не подкручивали свои выводы под интересы компромиссов. Компромисс это способ убить истину. Есть такой экономист Хавин. Он уже лет 20 предсказывает крах доллара. Большинство экономистов профессионалей крутят пальцем на виска. Но в принципе это беспроигрышная лотерея. Потому что если вдруг рано или поздно крах случится, Хавин же был гений. Он еще 25 лет назад сказал. Мне кажется, это из этой же серии. Наше политическое развитие пошло по катастрофическому, а не по эволюционному сценарию. У нас слом случилось. Если мы говорим именно о вестниках катастрофы, об этих вечных кассандрах, которые всегда предсказывают падение Труи, им никогда никто не верит, то это часы стоячие, которые показывают правильное время дважды в сутки. Послушайте, в 23-м году дошло, что часы показывают правильное время. И до очень многих дошло. До кого когда? До кого-то дошло на деле Ходорковского, до кого-то во время Осетии, до кого-то в 14-м году, до кого-то в 19-м уже на отравлении Навального и так далее. А часики-то вот они. В любом из лет мы, Демшиза, опираясь на исторический опыт, предсказывали, что может быть. Сейчас из 2023-го кто по-вашему выиграл? Вы идеалисты-либералы или прагматики, которые тогда ставили вот на ту самую реалполитик? Выиграли все. Я в эмиграции. У меня очень много бывших, так сказать, демократов, особенно в среде системных либералов. Основная проблема, которая их сегодня волнует, просто физическое выживание. Некоторые стали украинцами. Зашибись. Щелчком рубильника. Но у меня есть колоссальное преимущество перед всякими там, грубо говоря, людьми с чистенькой биографией. Я досконально знаю эту болезнь изнутри. Избавиться от нее практически невозможно. Как вы объясняете себе столько всего предугадав, казалось бы, они не смогли ничего изменить. Как так? А просто изменить невозможно. То, что я вам всегда всем говорю, успокойтесь, успокойтесь, уймитесь, эта страна не для вас. Видите ли, Костя, деятельность диссидента не имеет целью изменения общественного строя. Деятельность диссидента, как замечательно сформулировал наумнил, имеет одну цель, чтобы по утрам, когда брызешься, непротивно было смотреть в зеркало. Мы зубы чистим для кого? Для народа, для власти, для журналистов. Точно так же и с совестью. Когда-то Сергей Адамович спросил его научный руководитель, такую замечательную математику, Израиль Моисеевич Дельфанд, вы говорите, что режим прогнил, толкни и рухнет, но то же самое говорили про Византийскую империю, она простояла еще 300 лет. Ответ был следующий, переданный Ковалеву Дельфанду. 300 лет этот срок меня устраивает. А тыща академиков, ищет хориспандентов, на весь образованный культурный регион. Нашлась лежит горсочка больных интеллигентов. Слух высказать, что дубы здоровый миллион. КОНЕЦ